Он был пастухом, а стал миллиардером. Маргулан Сисимбаев впервые показал свой роскошный дом. Я на этот дом потратил 12 миллионов долларов. Здесь 1,7 гектара земли. Охотничью комнату, кинозал, хамам. Раньше их мало кто видел, как и супругу Маргулана. Она впервые дала интервью только нашей команде. Сколько лет вы уже вместе получается? Получается с 91-го года, 32 года. Почему Маргулан считает себя неудачником? Я вообще чемпион по ошибкам и чемпион по потере денег. Как выжить? Первое, адаптивно выживаю, а второе, уникально. Взглянуть на мир иначе? Богатство в этом мире дается не за работу, за работу дается зарплата. И заработать? Ваша прибыль равна степени распаковки вашей уникальности. Этот разговор может перевернуть вашу жизнь. Начнем. Тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Здравствуйте. А можно мы к вам? Я шучу. Ни хрена себе. Смотрите, как у нас герой живет. Вот этот целый замок. Охренеть. Я много чего видел, но это совсем мощно. Вот это, видите, горы, собачки, огромная лужа. Сколько тут территория. Это просто царский замок. Мы приехали в Казахстан в гости к самому популярному миллиардеру на Ютьюбе. Маргулан Сесенбаев. Но интересно то, что вот он уже даже выходит. Ну, смотрите, как. Это вообще эксклюзивность. Мы только начали начало писать, сразу вы выходите. Здравствуйте. 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 Мы вам сразу микрофончик. Молодец. Ну, вы по традиции здравствуйте говорите всем, да? Ну, в зависимости от национальности. Так-то я говорю, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ну, да, это такой у нас мусульманский и у казахов. А так, здравствуйте, с кем-то привет. Да, вот день сегодня хороший. Но не сегодня, по-моему, на бабе льетовы попали. Ну, такое классно, красиво. Вот смотри, сам архитектура дома построена. Видишь, он сделан так, что вот этот купол, он повторяет пики. Вы сами строили? Да, мы сами строили. Вот если вот так встать, вот посмотри, идут пики. Вообще, красота архитектуры, когда архитектура классно вписывается в пейзаж. Если ты посмотришь, дом тоже много уровней, много уровней и заканчивается пиком. Ну, как бы, то, насколько мы понимаем красоту. А так, в принципе, вот здесь для меня, в доме, мы с супругой когда строили, для нас самое важное было, ну, понятно, выдерживать стиль определенно. У нас стиль такой модерн, не совсем модерновый, а модерн-контемпорари, может быть. И для нас очень важна была функциональность. Поэтому вот резиновая дорожка. А, вы тут бегаете? Да, ходить, бегать с метровками, с дистанцией и так далее. То есть, поэтому в этом доме все предусмотрено не с точки зрения только красоты, то есть, с точки зрения удобства. Потому что у меня есть друзья, ну, например, приближенцы модерна. Ну, модерн же мы знаем, это бетон, стекло, дерево и так далее. Ну, и, соответственно, мне не совсем уютно в таких домах. И мы как не были, как бы, не пошли на поводу стиля. Вы же везде рассказываете, что вы бывший миллиардер. Но чтобы иметь такое домино на гектаре земли, с таким видом на горы, ну, это тоже надо быть не самым бедным, так сказать, человеком. Все-таки вы бывший миллиардер или как? Ну, как говорят, бывших миллиардеров не бывает. Дело в том, что есть два понимания. Простые люди думают, что миллиардер – это тот, у которого сейчас есть миллиард. А бизнесмены все считают, что миллиард – это какая-то планка, которую надо достичь. Поэтому бывшего миллиардера не бывает так же, как бывшего олимпийского чемпиона не бывает. И в этом плане, смотря как посмотреть, если я имею дело с обычной публикой, то я обычно не выпячиваюсь и говорю, что я бывший миллиардер. Когда с бизнесменами они понимают, что бывший, там, говори им, не говори, они понимают, что миллиардер, он есть миллиардер. И поэтому для меня эти звания особо смысла не имеют. Просто люди как-то привыкли ставить ярлыки и в соответствии с этим ярлыком формировать свою картину. Поэтому, а то, что такой дом, ну да, я на этот дом потратил 12 миллионов долларов. Здесь 1,7 гектара земли. Ну и постарался сделать, чтобы было и красиво, и комфортно. И это вопрос даже не цены. Я не смотрел ни на себестоимость, ни на то, во сколько он мне встанет. Он мог так же встать мне в 15-20 миллионов долларов. Ну, как бы, понимаешь, в какой-то момент у тебя пропадает чувствительность к деньгам с точки зрения потребительской ценности. для тебя становится так. Есть цель, ну и неважно, сколько это стоит. Вот, бывает, доходишь до такой ситуации, при которой есть цель, неважно, сколько это стоит. Вот ты хочешь, и все. Поэтому... Ну, знаете, звучит логично, если на счету есть деньги. Потому что если нет денег, то, как бы, хоти, не хоти, но с 12 миллионов долларов с таким шикарным видом, гектаром земли, дом завтра не построишь. Здесь 1,7 гектара. Это почти 2 гектара, да. Гектар маловато для меня. Я специально именно смотрел, чтобы территория была большая. Потому что территория, я считаю, критически важный компонент дома. Я, например, не понимаю людей, которые берут там 40 или 20 соток земли, из которых 15 соток занимает дом. Так для меня лучше поставить маленькую халабуду качественную, но больше территорий. Территория – это ключевое для меня. Да так как сам Саула вырос в деревне, то для меня территория, простор – это просто ключевое в доме. Мы можем вот так проверить. Давай. С точки зрения денег, ну да, конечно, я же, с одной стороны, занимаюсь бизнесом, поэтому у меня в жизни было мало периодов, когда у меня не было денег. Ну и потом, это же вопрос такой, вот отличие бизнесменов от других людей, наверное, заключается в том, что бизнесмены очень часто, ну, в основном отвечают за свои слова, грубо говоря. И вот я когда в Украине был, мне говорили, а почему вы там, бизнесмены становятся неудачными политиками и так далее. Я говорю, смотрите, проблема в том, что бизнесмены не могут обещать то, что не могут выполнить. И когда надо завоевать симпатию публики, они не могут безбашенно обещать, как Жириновский, как кто-то. Ну-ка, безответственно, потому что проблема в том, что обычные люди клюют всегда на обещания. И мало кто обращает внимание на то, насколько выполнимо это обещание. А в бизнесмене это внутренне сидит, он понимает, что придется отвечать за свои слова. Соответственно, он не может много обещать, соответственно, выиграть не может. Он всегда обещает только реальные вещи. Так и в моем случае, ну, так как я бизнесмен, тем более публичная личность, говорит, что я бизнесмен, крутой, и при этом жить в Халабуде, ну, как бы, не соответствует. Поэтому, ну, это, конечно, одно из последних соображений. Но я к тому, что, по идее, все должно быть органично. Органично должно быть внутреннее содержание, внешнее содержание. Если ты хороший бизнесмен, ты хорошо должен жить. Если ты плохой бизнесмен, ну, пока терпи, пока не станешь хорошим бизнесменом. Друзья, рядом со мной находится Антон Гонтарев, компания Intelion. Расскажи в двух словах, что вы делаете и чем занимаетесь. Мы помогаем людям зарабатывать на майнинге. Что это значит? Вот как это все устроено? Я ничего не понимаю, я не зарабатываю на майнинге. Как это делать? Мы полностью с вас снимаем всю операционную боль. Вы приходите к нам, мы импортируем оборудование напрямую от производителя, устанавливаем в собственных дата-центрах. А какая доходность примерно ориентируется здесь? А фактическая доходность, если здесь сейчас, это в районе 50-60% годовых. Если смотреть аналитически, майнинг, это в районе 100% годовых. А это насколько, ну, большая история? Сколько у вас уже инвесторов? Сколько денег это все приносит? Сейчас на сегодняшний день более 800 инвесторов, и они зарабатывают ежемесячно более 300 миллионов рублей. То есть это уже у вас крупная, получается, тогда организация такая? Да, мы одна из самых крупных. Одни из самых крупных? Класс. То есть я прям официально заключаю с вами договор и в рамках закона получаю доходы? Все верно, в валюте. Офигеть. В общем, ребята, я рекомендую вам изучить, что делает компания Intelion. Оставляю ссылочку в описании. Зайдите, почитайте поподробнее, оцените, насколько вам это релевантно. И кому интересно изучить подробнее, оставляйте заявку на сайте, и вы сможете получить консультацию от Антона или его команды. Поэтому заходите по ссылочке в описании, изучайте, и погружайте в мир инвестиций в майнинговое оборудование. Класс, будем рады помочь. Когда я смотрю на этот мир и на бизнес в том числе, я понимаю и вижу, что многие люди думают, что у миллиардеров 50 часов в сутках. Они все успевают. Нифига, миллиардеры работают 6 часов в день. Ну, по крайней мере, из моего опыта, я больше 6 часов в день не работал и заработал почти 6 миллиардов. Так вот, что делают миллиардеры? Понятно, миллиардеры делают что-то не так, не так, как вы. Ну, как другие люди, по-моему. А что конкретно не так? Если задуматься, ну нету таких вещей, которые они что-то не так делают. Есть только одно различие. Они основной фокус держат на ключевых точках. Они не то, что делают. Вот ты занимаешься маркетингом. И миллиардер занимается маркетингом. И причем в маркетинге ты можешь быть круче, чем маркетолог-миллиардера. Но он не занимается прямо маркетингом. Он через ключевые точки управляет своим маркетологом. Таким образом, миллиардер – это, по сути, суперпрофессионал по управлению своим вниманием. Он управляет только ключевыми точками. Вот я для себя открыл, для контроля любого бизнеса или любого даже человека. Но я ориентируюсь, у меня технология из 12 точек фокуса. Через 12 точек фокуса я могу человека просто как рентген или бизнес управлять, понимать суть вещей, понимать, что делать, как правильно делать и так далее. Поэтому очень важно вот эти точки фокуса знать, потому что основная сила точек фокуса заключается в том, что они используют эффект рычага. Что такое точка фокуса? Это, на самом деле, точка приложения усилий. А что такое точка приложения усилий? Это та точка, которая использует рычаг и которая звучит так. Получение непропорционально больших результатов против вложенных малых усилий. А весь мир же фокус в этом, что ты получаешь непропорционально высокие результаты. Вот миллиардер получает непропорционально высокие результаты против приложенных усилий. Против тех же 6 часов, что делают другие люди. Ну, поэтому я как бы в этой жизни на все смотрю именно с точки зрения динамической сложности. Для меня мир не представляется настолько сложным, если я вижу ключевые точки и куда все движется. Поэтому, с одной стороны, многие думают, я как бы макро-картинку вижу. Это тоже, в том числе. Но есть определенные законы, при которых ты знаешь, что куда придет. И, соответственно, этим пользуешься. Марган, вы просто счастье для индульера. Потому что можно просто держать камеру, слушать бесконечно. Потому что вы просто какая-то энциклопедия контента. Причем меня больше всего, что удивляет, и вот я сколько вас смотрю, вы каждый раз говорите разные вещи. То есть не то, что у вас там 5 историй, вы по кругу. Поэтому перед тем, как мы пойдем уже в дом к вам, вот мне просто хочется понять, вы их на ходу прям придумываете? То есть это вот из потока идет? Или у вас это заготовочки? Знаешь, вот честно говоря, ну заготовочек точно нет, потому что заготовочки надо помнить же. А это невозможно такое количество слов помнить. Во-первых, наверное, по природе я болтун. Во-вторых, я тщеславный. Потому что, когда я вижу камеру и аудиторию, наверное, это меня драйвит, и что-то во мне происходит. В-третьих, я очень много размышляю. И раньше бы, например, в период Советского Союза, люди, глядя на меня со стороны, говорили бы, ну, кукушка у него чуть-чуть такая поехавшая. Потому что я много размышляю и очень часто размышляю вслух. И почему я это делаю? Потому что основная проблема многих людей в том, что они не могут долго концентрироваться на чем-то. Вот смотри, существует ментальная энергия, и сила твоей ментальной энергии определяется только одним показателем. Вот мышцы, понятно, я тебе дам штангу, сколько ты отожмешь, я определю, насколько ты силен. А вот как определить, насколько ты ментально силен? Вот это сложно. Я вывел одну метрику. Есть только одна метрика, чтобы определить, насколько ты силен. Это то, насколько долго ты можешь концентрированно думать об одной мысли. И отсюда я понял такую вещь, что ментальная энергия измеряется через фокус. То есть, насколько ты можешь держать фокус. Так вот, для того, чтобы размышлять и раскручивать одну мысль, надо уметь долго держать фокус на одной мысли. И это основная проблема людей. Потому что я заметил такую вещь. Это как кроличья нора. Если ты долго держишь фокус на одной мысли, и не важно, какая мысль, потому что в этом мире все взаимосвязано, то ты ходами, ходами, ходами как-то выходишь на... Подключаешься к знаниям, большим знаниям, и оттуда тебе приходят инсайты. Причем не важно, я говорю, о какой мысли ты думаешь. И просто надо вот эту причину-следственную связь раскручивать и раскручивать. И у меня люди спрашивают, как натренировать ментальную энергию, как натренировать умение концентрироваться. У меня есть лайфхаки, я по этому поводу тоже размышлял. И я понял, что, например, у меня как развилось. Я с детства много любил ходить пешком один. И, соответственно, я много мечтал. А так как вокруг меня не было, то у меня развилась способность размышлять вслух. Я понял такую вещь. Когда ты размышляешь вслух, то ты не можешь думать о другой мысли. Ты думаешь только об одной мысли. О той, о которой говоришь. Поэтому один лайфхак, первый лайфхак. Размышляйте вслух, и это не даст вам сбиться с мыслей. Второй лайфхак. Размышляйте письменно. Когда ты пишешь, ты не можешь сбиться с мыслей. Это тоже такой лайфхак. Третий лайфхак. Это попытайтесь кому-то объяснить. Я еще, ну, называю об кого-то, да? Мыслить об кого-то. Потому что когда ты пытаешься кому-то объяснить, если ты потеряешь нить, то все, у вас контакт потерян. Поэтому ты, чтобы контакт держать, ты нить смысла держишь все время. Поэтому вот размышление об кого-то, это как бы третий такой лайфхак для тренировки внимания. Ну и четвертый, читайте книги, где автор размышляет. Когда вы читаете книги, где автор размышляет, то вы автоматически перенимаете паттерны мышления. И таким образом переустанавливаете свой мыслительный процесс. Ну, поэтому, Паш, ничего, я могу сказать. Болтун я. Маргулан, перед тем, как мы зайдем к вам в дом, я обратил внимание на две вещи. Первая. У вас там стоит мини-спортзал, турники. Ага. Вторая вещь. Естественно, я перед нашей встречей пересмотрел ваше интервью и обратил внимание, что когда вы давали интервью Гордону, у вас животик был раза в три больше, мне кажется, чем сейчас. То есть вы за три года очень хорошо физическую свою форму подтянули. Ага. Вот это такое осознанное решение, как говорят, занимайся спортом, чтобы лучше себя чувствовать. Нет, нет. Или как это у вас было? Я вообще-то спорт не люблю. Я как бы... Смотри, я отношусь к своей физике. Во-первых, спорт для меня – это не вопрос красоты, а вопрос здоровья. Поэтому спорт я не люблю, я люблю физкультуру. Из физкультуры я люблю только ходьбу, ну и чуть-чуть там, что-нибудь потягать и все. И в этом плане я просто начал так. Раньше я, например, ходил на фитнес, следил за питанием, и однажды даже 17 килограммов сбросил в 2000, в начале 2000-х годов. Это у меня пик был 89 килограмм. Потом расслабился из-за этих судов и так далее. 7 лет все-таки в судах, в уголовных делах и так далее. И набрал вес, стал 89 опять. Когда вот я гордон давал, это 89 было. Я подумал, блин, ну я не могу каждый раз бороться. И не хочу. Поэтому я думаю, так, надо просто изменить образ жизни. И что я просто начал делать? Я отказался от кофе, потому что я заметил, когда я пью кофе, я печенюшки ем, там, тортики поем и так далее. И отказался от чая. Я заметил такую вещь. Сама мысль отказа от сахара для меня была стрессом. Но я заметил такую вещь, что сладкое у меня всегда идет в паре с чем-то. И это оказалось пара, оказалось это кофе и чай. И самое интересное, от сахара мне отказаться было жутко сложно, а от кофе, от чая легко. Так вот, когда я отказался от кофе, от чая, я отказался от сахара. И получается, я сладкое не ем, кроме фруктов. Сладкое исключилось в своей жизни. Кофе и шоколад я исключил уже года 4-5. Сладкое, сахар с марта этого года. Дальше, мучное я исключил года 3 назад. То есть я просто взял список врагов своих. Продуктовых врагов, я так называю. И просто методично каждый год исключаю что-то. Но исключаю это не так, что я без фанатизма. Если я поеду в горы на охоту или кому-то в гости, я не буду сидеть и говорить, принесите мне авокадо. Что дают, то и буду есть. Просто для меня важно, что основную часть времени правильно питаться дома, например. А в остальное время, когда я на выездах и так далее, примерно правильно питаться. Поэтому я больше верю не в волю и в порыв. Я больше верю в рутинные, каждодневные изменения. Вот рутинные, каждодневные изменения, они необратимо производят изменения. Так бы через фитнес, через спорт я бы мучился и сбросил бы, а потом опять набрал бы. А сейчас я знаю, что изменился образ жизни, мое тело начинает принимать форму нового образа жизни. То есть это как с деньгами, я тебе говорил, измени намерение, и деньги к тебе пойдут, да? Так и здесь. Измени образ жизни, и твой образ начнет меняться. Все. Я вообще считаю, что постановка цели – это ложный путь. Почему? Объясню. Дело в том, что вот представьте, когда вы утром встали и поставили себе цель заработать миллион долларов, вот именно в ту секунду против вас работают 8 миллиардов человек. И шансов, вот представь, перетягивание каната, и шансов, что ты перетянешь канату 8 миллиардов, равны 0,0,0,0,0,0,0,8 миллиардов. То есть вообще без шансов. И когда ко мне молодые бизнесмены приходят, особенно айтишники, и говорят, дайте мне инвестиции, и мы порвем всех, и у них такой график роста вот так растет, растет, и вот я даю инвестиции, и у них вот так все взлетает. Я говорю, а почему вот это все время взлетает после меня? Нельзя так, чтобы вы взлетели, а потом я как бы купил. На что они смеются и говорят, ну мы ваши деньги возьмем, вставим маркетинг, вставим туда, сбросим цены, мы порвем конкурентов и так далее. Я говорю, это правильное рассуждение при условии, что вы живете в вакууме. И у вас нету сил противодействия. Я вот кожей чувствую, что сейчас такие же айтишники сидят перед другими инвесторами и то же самое ему объясняют. И когда вы вдвоем выйдете с инвестициями, вы оба начнете мочить друг друга, и в результате просто обнулить эффекты друг друга. И таким образом нифига вы не вырастите. Вот как шли, так и шли. Поэтому в этом мире важно, если вы чего-то хотите достичь, важно не цели ставить, а в первую очередь нужно определить свое намерение. Вот у казахов есть две хорошие пословицы. Первая пословица звучит так, что прежде чем что-то делать, исправь свое намерение. А вторая пословица гласит так, что правильное намерение – половина успеха. Потому что когда вы двигаетесь к успеху, все люди почему-то рассчитывают только свои действия. Но я из своего опыта знаю, что зачастую в больших деньгах я делаю только 20% действий, а 80% это делала окружающая среда. То есть это то, что в народе называется везение. И таким образом я не могу приписать заслуги себе. Я это приписываю Всевышнему, потому что везение от него идет. Соответственно, когда ты делаешь намерение, что происходит в намерении? Что такое намерение? Намерение – это декларация Всевышнему о своих истинных целях. Так вот, если ты намереваешься решать проблему людей, например, с качественной обувью, то тебе за это Всевышний пришлет благо в виде денег. Потому что в исламе говорится, что один из методов поклонения Всевышнему – это служить людям. Когда ты служишь людям, ты поклоняешься Всевышнему. Всевышний тебе присылает благо через других людей в виде денег. Поэтому если ты ставишь целью сделать тысячу ботинок, а в следующем году 10 тысяч ботинок, то у тебя деньги просто будут в 10 раз больше денег. Но если ты поставишь цель, вот я приведу пример со своей образовательной платформы, в какой-то момент у нас начали не выполняться планы продаж. И первое, что я пришел к Санжару, своему СИО, я пришел и сказал, говорю, смотри, нам надо исправить свое намерение. Я не сказал там, что у нас с продажниками, почему эффективность упала, база, конверсия. Я этим вообще не заморачивался. Я пришел в первую очередь, в первую очередь спросил, говорю, что с нашим намерением. У нас намерение поехало. И когда мы начали разбираться, выяснилось, что мы начали, наше намерение стало зарабатывать деньги на обучении. А когда ты зарабатываешь деньги на обучении, ты жестко следишь за таймингом, за временем, ты как бы и во главу угла ставишь деньги. А когда ты во главу угла ставишь деньги, то человек на той стороне чувствует это. И, соответственно, у тебя падает НПС, у тебя падает удовлетворенность, и у тебя люди не хотят повторной покупки делать. И тогда мы исправили намерение и сказали так. Мое намерение обучать людей и благодаря этому зарабатывать деньги. И что получилось? Когда у меня такое намерение, теперь вся моя душа в обучении. Намерение это показывает, где будет твоя душа. Моя душа в обучении. Вот буквально вчера, позавчера я проводил разборы, и там у нас два часа твойцы, но я не уложился, одного разбирал, три часа там и так далее. Он говорит, Марглан Николаевич, время же. Нам же сказали два часа. Я говорю, подожди, какая тебе разница? Моя цель, чтобы тебе провалилось то, что я говорю, чтобы ты четко понял и был глубоко убежден. Моя цель, чтобы ты сделал результат, а не время и не деньги. И вот я его, когда полностью дожал до конца, он понял все четко и так далее, я видел, у него, во-первых, взрыв энергии, потому что он получил вектор развития, он получил импульс, и я точно знаю, что НПС у него был 100%, то есть удовлетворенность была 100%, и он точно пойдет рекомендовать меня другим. То есть это потому, что я с душой, я не отвлекался, не смотрел мессенджеры и так далее. Все, я весь в нем. И это определяется намерением, а не целью. И когда у тебя правильное намерение, твоя душа всегда находится не на стороне денег, а на стороне служения. Служение Всевышнему через служение людям. Деньги приходят автоматом. Поэтому я мало верю в какую-то финансовую емкость, кого-то и так далее. Я верю в уникальность. Потому что если бы я, например, давал людям обычный контент, то ничего не заходило бы. Я кучу денег тратил бы на маркетинг, кучу денег тратил бы на продажников, следил бы за конверсией, кучу инструментов применял бы. То есть все делал бы через трудности, сложности и так далее. А на самом деле, если посмотреть в корень, то жизнь проста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы каждый день выходите на этот прекрасный вид. Шикарно, шикарно. Во-первых, красиво, все аккуратненько. Сколько людей ухаживает за этой территорией? На самом деле, не так много. Кстати, это вертолетная площадка. Где? Вот для посадки. Вот, ты видишь, вот маленькие эти, маленькие фонари. Если заметил, я сюда не сажал высоких деревьев, потому что это подлетные. Вот траектория, подлетная траектория у меня. Вот, видишь, маленькие фонари. Так Вы же сказали, что все свои вертолеты продали. Да, я вертолет продал, но это не значит, что я не покупаю новый. Я его продал, потому что хочу купить новый. Понимаешь? Это же как в автомобиле. Если ты продал старый автомобиль, не знаешь, что ты теперь будешь всю жизнь пешком ходить. Подожди, у меня есть контекст. Вы это все рассказываете в контексте того, что у Вас отжали 6 миллиардов, и Вы, в общем... Ну, некоторые считают, что Вы остались ни с чем. Подождите, подождите. Для вертолета надо всего 8 миллионов. Отжали вовсе 6 миллиардов. Но для вертолета же вообще надо не так много, на самом деле. Вообще, я так скажу, для жизни, хорошей жизни надо не так много. Ну, мы поняли, да. 8 миллионов долларов на вертолет, 12 на 1,7 и 7 гектаров земли, чтобы построить дом. В принципе, я согласен. Ну, не так, что много. Паш, смотри. Это, опять-таки, не то, что я вообще не люблю выпендриваться, но просто надо соответствовать. Я не для кого-то. Для меня вертолет — это просто... Смотри, все люди, они привыкли думать автомобильными терминами. Вот если я скажу, поехать мне на хозяйство, например, в Балхаш, 440 километров, это ехать 6-7 часов. А я мыслю по-другому. Для меня это час-двадцать лететь. На машине это 6-7 часов, а здесь час-двадцать лететь. Поэтому я расстояние... Вот когда ты на машине, ты меряешь расстояние километрами. А когда ты на вертолете, ты меряешь расстояние временем. Условно, у нас есть там кольца, красивые, красивейшие озера в горах. Туда ехать там 8-9 часов. На вертолете лететь 40 минут. 40 минут. Поэтому это вопрос времени. И это, я считаю, такое... Тем более на территории Казахстана с такими просторами вертолет должен быть такой же, как автомобиль. Ну, для успешных людей, чтобы экономить время. Не так много людей, которые работали... Ну, так говоря, пастуха, это не совсем точно? Или так можно назвать? Да-да-да. Не так много людей, которые работали пастухами, в итоге приходят к идее, что, в принципе, вертолет – это недорого. Согласен. Ну, пойдемте. Мне кажется, на этой ноте... Нет, это не вопрос, что недорого. Я просто считаю, что вертолет просто... Это почти необходимость. Согласен. То есть это не блажь. Согласен. Вот ты не поверишь, наверное, у меня в жизни не было Роллс-Кройса, например. Никогда. Вот моя самая дорогая машина была Бентли. И то один раз. Гелендвагены, например, я сам не ездил, они у меня в сопровождении были. А вот я езжу, у меня, ну, там, в гараже лайн-крузер последний, 300 или какой-то, рам ТРХ для охоты и так далее. У жены Зикр. Все. Я вот смотри, в машинах я же не покупаю, потому что я беру ровно столько, что достаточно. То же самое в вертолете это не для показухи. То есть, видишь, я же мог купить Рос-Ройс или там, Бугатти. Зачем? Это глупость, это тупость вообще, я считаю. А за вертолетом не тупость. Это практично. Например, неприемлемый образ жизни, там, Роя Кроука, там, или этого, Уорона Баффета и так далее. Ну, это как-то не по мне. На старой Тойоте всю жизнь. Да, это точно не по мне. Тем более, в исламе это не очень поощряется. В исламе говорится, если Аллах любит вас, Всевышний, то показывайте это. Показывайте. То есть, не надо прятать блага, которые дает вам Всевышний. Потому что он же блага дает за определенные заслуги, за какие-то вещи, за ценность, которую ты несешь этому миру. Поэтому, ну, в исламе есть еще другая сторона. Нельзя быть расточительным. Нельзя быть расточительным. Это прямо очень сильно не поощряется. Потому что, даже, говорится, даже в выплате заката, то есть, обязательной благотворительности. То есть, к деньгам нужно относиться очень серьезно, скрупулезно, без вот этого разбрасывания. Ну, и в то же время, не так, чтобы зажал, как скручь, макдак, и ни себе не покажешь, ни людям, там, где-то в сейфе есть, и так далее. А где вот эта граница? Потому что, вот, есть те, кто говорят, ну, вот, у тебя нет денег для расширения внутренней финансовой емкости, там, возьми, купи, там, айфон, машину, дороже дом, значит, яхту арендуй, ну, сделай что-то, чтобы, значит, почувствовать жизнь богатого человека, и потом станешь богатым. А есть, вот, где вот эта граница, как все-таки понять? Где расточительство, а где вот такое, уместная демонстрация? Я просто размышлял, надо вообще, и над самой природой. Если мы посмотрим на эволюцию в природе, то, ну, распространенный миф, что выживает сильнейший. На самом деле, выживает не сильнейший, а выживает, выживает два типа людей. Первое, адаптивный. Это не только людей, любых живых организмов. Первое, адаптивный выживает, а второе, уникальный. Почему? Потому что адаптивный, потому что среда все время меняется, ты должен быстро тоже меняться. Если ты не адаптивный, ты на свалку истории уходишь. А второе, это независимо, это человек, живые организмы, насекомые, птицы, неважно. А второе, это уникальность. Потому что вообще эволюция построена, один из законов эволюции, это широкая диверсификация. Вот если есть муравьи, каждый вид муравьев должен быть уникальный, потому что это стратегия выживания муравьев как вида. Если они все будут одинаковые, что-то катаклизм случится, они все вымрут. А когда у всех муравьев разные стратегии и разная уникальность, то какой-то из видов муравьев по-любому выживет. Поэтому уникальность это второй закон эволюции, который помогает выживать. И когда говорят про деньги, я всегда говорю такую вещь, что ваша прибыль равна степени распаковки вашей уникальности. чем круче вы свою уникальность распаковали, тем круче цену вы можете ставить на свои продукты. Потому что уникальность это то, что никто не может повторить, конкуренты не могут повторить. Это в единственном экземпляре. Вы, по сути, картина в единственном экземпляре, который в этом мире. Другой вопрос, как вы себя раскрутите и продадите теперь свою уникальность. Так что это не вопрос там емкость финансовая и так далее. Это вопрос, насколько вы раскрыли свою уникальность и насколько вы показали людям, что ваша уникальность служит им. Вот эти две вещи. И когда говорят, как жить, ну я считаю так, что надо работать над распаковкой своей уникальности и приносить этим пользу людей, а деньги, как следствие, придут и наполнят. Вот ровно насколько вы уникальны в глазах других людей, вот настолько денег у вас и будет. Говорил про практичность, у нас везде пол с подогреем, во всех санузлах, во всех тамбурах и так далее. Нет, сейчас еще мы не включили, но с подогреем. Теперь, вот я утром выхожу, когда я одеваюсь, у меня сразу здесь палочки, причем Миша Гребеню говорит, вы вообще маньяк. Смотри, даже вот эти держалки я сам в Амазоне выбирал, нашел, купил. Я люблю эти вещи. Здесь у меня... Подожди, еще раз, вы сами сидели на Амазоне выбирали вот эти крючки? Ты знаешь, сколько я времени потратил на них? Почти два часа я выбирал. Я их искал, выбирал. Это очень важно. Смотри, видишь, как... Паша, не понял, что ты смеешься? Смотри, у меня сразу здесь зарядники, видишь? Почему два? Я уверен, там есть целая идея. Видишь, это для наушников, наушники подключаются, то есть здесь пауэрбанки и так далее. Смотри, смысл такой. Есть в Кайзен технологии, называется законченное действие. То есть ситуация до и после должна быть одинаковой, чтобы дома не наводить порядок. Вот я пришел, взял наушники, пошел, походил, снял, сразу на зарядку поставил. Проблема же в том, что когда вы выходите куда-то гулять или выезжаете, всегда пауэрбанк разряженный, всегда айпад разряженный, наушники разряжены. Я вот эти сейчас большие наушники убрал, мои дочки забрали, а я пользуюсь айфоновскими наушниками, поэтому вот эти пустые. А так все время пришел сразу на зарядку. Видишь, все виды зарядок здесь. Пришел сразу на зарядку. Потом одежду. Вот сейчас я вешаю сюда, на самом деле у меня здесь я вешал. Что это такое? Я пришел, повесил, сушилка, сразу включил. Это сушилка, это не просто вешалка, она сушит. и отсюда дует сразу вот этот. Я могу, например, включить там автопуск. Вот сразу обувь сушится, все сразу сушится. Люди будут расстраиваться, если я не спрашиваю, сколько стоит вот такой шкаф. Да шкаф это недорого. Я не знаю. Но я не думаю, что дорого. Здесь сложность была даже не в сам шкаф, а он же подключен к системе вентиляции, вытяжки и так далее. Инфраструктурно это сложнее. А сам шкаф, я не думаю, что... Ну, не знаю. Я цены такие не знаю. Понял. Ну, я как бы не вникаю. Я знаю общий бюджет дома, знаю, что у меня окна-двери супердорегие. Я потратил почти полмиллиона долларов только на окна-двери. Вообще, сама жизнь, это вот вокруг нас, все, что в этой жизни, это системы. Надо на мир смотреть с точки зрения системы. И вот, когда ты смотришь на мир с точки зрения системы, то все вокруг системы. Погодные явления, это система. Там, ураганы, это система. Ну, вот это все. Люди, мы сами системы, состоим из систем. То есть у нас кровеносная система, нервная система и так далее, так далее. Это вроде бы сложный взгляд на мир. Но есть хорошая новость. Дело в том, что у каждой системы, когда ты смотришь на все, как на систему, ты понимаешь, что у каждой системы, кстати, бизнес тоже система, то у каждой системы есть цель. То есть ты знаешь, что она хочет. Второе, у каждой системы есть количество элементов, из которых она состоит. И третье, у каждой системы ты знаешь, что у нее есть определенный контур. То есть это не расплывчатый, а вот конкретный контур. И когда ты, и у каждой системы есть два вида сложности. Первая детальная сложность и вторая динамическая сложность. Так вот, детальная сложность это то, из какого количества элементов состоит система. Вот это называется детальная сложность. И нас, людей, это сильно запутывает. Вот этот мир, он, детальная сложность очень высокая. Трудно учесть все факторы. То же самое в бизнесе. Очень высокая детальная сложность. И маркетинг нужно, логистику, HR, и продажи. Все надо учесть, все надо. А я смотрю на систему с точки зрения динамической сложности. Что такое динамическая сложность? Динамическая сложность системы – это то, на сколько элементов системы надо воздействовать, чтобы изменить поведение всей системы. На сколько элементов надо воздействовать, чтобы изменить поведение всей системы. И вот самое интересное, здесь такой прикол, я вам скажу, почему, например, диктатура эффективнее в исполнении. Демократия эффективнее в принятии решений, а диктатура эффективнее в исполнении. Приведу пример. Вот я тебе скажу, Паша, вот тот камень оттуда возьми, сдвинь, пожалуйста, туда. Ну, сдвинь туда. Ты скажешь, ну... Что-то неохота. Да, смысл. Я говорю, Паша, пожалуйста, сдвинь камень, возьми оттуда, перенеси. Ты такой... Я шансы только увеличил. Потом я говорю, Паша, сдвинь тот, пожалуйста, камень, я тебе сто баксов дам, еще увеличил шансы, но ты не двигаешься. Потом я говорю, Паша, ну, пожалуйста, сдвинь камень, на тебе десять штук баксов. Я шансы круто поднял, но у меня нет гарантии, что ты исполнишь. Ну, от миллиона долларов уже договоримся. Да, но, видишь, это слишком дорого, да? А как можно сделать гарантированно? Я могу взять тебя за одно чувствительное место, сделать полтора оборота, и ты сделаешь гарантированно все, что я хочу. Это именно то, чем занимается диктатура. Она берет людей за самое чувствительное место, делает полтора оборота и заставляет делать то, что она хочет. Поэтому диктатура всегда эффективнее. Демократия это не может себе позволить. Но в диктатуре узкое горлышко, человек, принимающий решение. А в демократии решение принимается коллегиально. Поэтому решение качественное. Вот этот купол, особенность в том, что это бельгийская компания строила, ни одна наша строительная компания не взялась за это. Потому что, говорит, если может поведется, там потечет, бла-бла-бла. Короче. Здесь вот ручной работы. Это казахская художница Болжан делала классное. Это все в виде казахских узоров, но на самом деле это горы Алматы. Если издалека посмотрите, вон озеро большое, алматинское озеро. Солнце, яблони, горы и так далее. Вот пойдем. Особенность спальной группы. Смотрите. Вот у меня спальная зона отделена. Для чего это делается? Потому что дети, когда были маленькие, я не хотел, чтобы они через большой дом. Здесь все-таки чуть-чуть эхо, чтобы не боялись. Если им нужно бояться, например, они могут к родителям. Вот через это, чтобы не ходить, у нас там свой ход. Вот здесь дочки у меня, конечно, бордачат немного. Ну ничего. Можно мы вот как есть зайдем? Ну вот хорошо. Убираются что же? Реальность жизни такая. Санузел, здесь гардероб. Это комната дочки? Да. А сколько лет дочки? В 15-й пошел. Уже взрослая. Ну да. Вот санузел, здесь гардеробная, здесь это. Вот здесь особенность в том, что у них открываются полностью все стены, они летом отсюда бегают в спа. В спа они бегают отсюда. В смысле у вас свой спа еще есть, да? Да, да. Вот если... Они бегают туда. Ну то есть не через дом, они вот так шутят. А спа покажете нам тоже потом? Да, да, конечно. Мы не завидуем, мы просто вдохновляемся. Вот эта качалка очень крутая, она выдерживает 100 килограммов. Она прям к ригелю привязана. Крутая. Видишь, я не про мебель, не знаю, мне вот эти вещи больше нравятся по приколу. Вот это внутренняя дверь. От одной дочки к другой. У нее гардеробная там. Вся стена открывается. Она вот так захотела сделать стол и так далее. Дальше вот они каждый сами выбрали себе это. Она выбрала, та дочка выбрала душ, Давид Дамилей, а Адмира выбрала ванну. Видишь, у нее другое. И вот так они бегают к родителям. Не все знают, у вас сколько детей? Ну, две дочки, а старшая она в Англии. А старшая получается уже сколько? 31 год. Вот это мастер-бедром, ваша? Да, мы с другом. Вот это мой гардероб. Вот я о чем говорю. Это только ваш? Да, только мой. Но это только один из. Потому что охотничий гардероб ваниль. Вот это, видишь, смена сейчас сезона. Мой стилист пришел, сейчас мы будем убирать все летнее, заполнять все осенне-зимнее. Поэтому бардак чтут. Да, я понимаю, да, бардак. Тут по цветам все разделено, да, я понимаю. Это бардак, конечно. ну, Ну да, тут голубые, тут белые, тут клетчатые, тут с коротким рукавом. Я понимаю, вообще, позор, позор, Такой бардак, конечно. И тут все разбросано просто. Не, потому что по-другому у нас. Вот здесь мои супруги гардероб. А, все, это не комната, а это гардероб. Это гардероб, там, у нее холодильник для кремов, там, всякая фигня. А, а, хорошо. Все, тогда не заходим, да, Сав? Ну... А можно мы у вас пару вопросов вам зададим? Давайте. Ой, извините. Все. Роман Кирич, все. Эксклюзив. Здравствуйте. 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 Да, здравствуйте. Вы даже им запомнили? Да, конечно. Я с супругой говорю, что, Паша придет? Я говорю, да. Вы, что, раньше не сказала? Надо же готовиться. Я говорю, а что готовиться? Мы же просто видео снимаем. Поэтому... У нас сегодня вообще эксклюзив, понимаете? Потому что вас же в кадре-то вообще-то никто не видел, мне кажется. Ну, да, одно иное. Скрывает? Скрывает, да? Она сама еще скрывается все. Да. Главный вопрос. Каково жить с суперзвездой? Это же... Ну, это же человек... Не перекипай палки. Не, ну как, ну, абсолютно серьезно. Ну, миллионы, миллионы людей, фанаты, искренне фанаты. Как наши дети говорят, фанатики. Фанатики. Да. И вот вы, человек скромный, как вот с ним живется-то? Правду нам сразу. Ну, как с человеком нормально. Сложно. Да. Ну, а так, как с личностью такой крупной, наверное, тяжеловато, потому что надо иметь достаточно хорошую самооценку, чтобы не чувствовать себя каким-то... Нет, не до конца. Идите погуляйте, у меня еще есть несколько вопросов, тут это чувство, рядом с вами есть фильтр. Ладно, я шучу, шучу. Нет, Хорошо. Ну, есть вопрос, который невозможно не спросить жену. Но самая известная история в жизни, что уголовное преследование, потери... Вы были рядом с человеком, у которого еще ничего почти не было, да? Известная история, что вот от мебели отрывал, значит, этикетку, еще денег-то не было, вообще с самого нуля. Когда вы женились, да. И получается, что вот вы встретили человека, у которого еще ничего нету, ну, бедного назовем так, Ну, вы студентами были, да. Студенты, бедные студенты. Потом стали суперизвестной семьей в Казахстане, мультимиллиардеры. Потом все потеряли. И... А вы вот та самая женщина, которая стояла рядом с ним. А, Паша, ничего не было, это неправильно. Это был студент с огромными амбициями. Она знает. Он был всегда популярный, даже студентом. Да? Да. Он вестел на доске почета. Я об этом не знала. Это когда мы уже начали дружить, мне брат говорит, ты чего с нашим вундеркиндом дружишь? Я говорю, почему вундеркинд? И он рассказывал, что он там переводил. Приезжали первые только иностранцы. Это же развал Советского Союза. Или даже до развала, да? До развала еще. До развала еще. Да, еще до развала начали приезжать иностранцы. И Маргулан у них, он же учил английский, он же с этим словариком ходил. Мы, кстати, когда с ним познакомились, он, я думаю, монах какой-то, что ли. Все время читает, меня убит, бросает, в небо смотрит. А он слова. И все буквы, эти слова, все исписаны. Между так он... Он между пальцами вот так писал. Я говорю, что у него все исписано? А он пока не сотрется, учил слова. То есть вот эта история со словарем, в котором он мылся, это не сказки. Это не сказки. Потому что некоторые думают, что он придумал для красоты. Реально ходил, как чокнутый... Я свидетель. Она напомнила. в лайфхаке был. Я написал слова на каждом пальце, и пока не сотрется, ты автоматически запоминаешь, оказывается. А когда стирается, ты уже понимаешь, что надо новое слово писать. И вот... А он понимает, да, что он странненький? Ну, я тогда тоже подумала, что очень странный парень. А что же вам тогда в нем понравилось? Ну, я писал, в институте ходит самый чокнутый человек. Ну, да. Извините, что я так говорю. Но я так хожу. Совокупность это странность и настойчивость. Потому что многие странные люди ненастойчивые. Они живут своей жизнью, понимаешь? А я же настойчивый. Я за ней много ходил разных чуваков непонятных. Я не знал, как их отмести. Был овульный способ надежный отметить их. Ну, я понял, что это не цивилизованное. Я все-таки в городе. Ты знаешь, что я сделал? Она сдала экзамен. Я купил огроменный букет белых ростов. Подарил ей букет белых ростов. Она же не может отказаться. Поцеловал щечку. И все группы, которые там присутствовали, они подумали, что мы уже парень-девушка. Хотя она меня не подпускала. Прикинь. Зато все эти парни сразу, как осенние листья, отпали. Теперь версия женская. Так и было? Было такое, да. Я помню, мы сидели, ну, мы уже дружили интенсивно с Маргуаном. И тут группа наша собирается и говорит, Сауля не будем звать. Я говорю, почему? Говорит, она же уже почти замужем. Я говорю, да. От них узнала, что у меня есть парень и так далее. я говорю. Ну, так. Стол на 20 человек. Как часто вы... Ровно на 20 человек. А, это вы через телефон управляете светом, да? Да. Это люстра, это дизайн моей супруги. Мы не могли найти красивую большую люстру, она просто взяла, сколько, 15 люстр. Это 15 отдельных люстр. Взяла вот так. А выглядит как такая цельная? А выглядит как будто один комплекс. Кто сюда так вам приходит, что на 20 человек вы собираетесь? Родственники. Родственники. Причем не хватает. Вот это... Здесь они кушают, здесь мы сидим, болтаем. Кинотеатр, можно сказать, домашний, да? Ну, нет. Кинотеатр отдельный. А, еще отдельный кинотеатр есть? Ну, да. Кинотеатр... Я согласен, это без него никак сейчас. Здесь можно смотреть только такие вещи, а кино в кинотеатре... А ты в подвале еще, да, получается? Да, мы сейчас пойдем. Вот это ниши, мы привозим с разных стран и собираем. Причем самое интересное, здесь есть и арт-коллекции, вон, видишь, виолина, вот это, ну, музыкальный инструмент. Это в Муране я купил давно за 35 тысяч евро. Есть, например, дорогие, а есть какие-то дешевые. Ну, короче. Такую. Вот это классная картина, коррекционная. А здесь вот недавно снимали и сюда поставили, так и осталось. Ага, вот она как выглядит, золотая кнопочка. Так, друзья, срочно подписываемся, потому что нам до миллиона еще чуть-чуть надбежать нужно. Вот хочется вот такую золотую. А вот это что значит? У меня по шорсу уже почти полмиллиона. Это отдельный канал, да? Да, отдельный канал. Это Инстаграм. Они раньше тоже дарили... Это мои ребята сделали, маркетологи. Все понял, сами придумали. Вот здесь особенность в том, что вот эта стена вся раздвигается. Полностью? Да, полностью раздвигается. И она раздвигается. И вот когда мы свадьбу проводили, например, мы там сидим, здесь отдыхаем, а вот здесь на самом деле вот вот здесь чай пьем, например. Здесь либо здесь, в зависимости от количества гостей. Ага, сейчас, хорошо. В зависимости от количества гостей. Когда на свадьбе было много гостей, вот эта площадка вся гости. А здесь сцена была. Здесь выступали. А когда мало гостей, здесь мы сидели, а там здесь танцевали, выступали и так далее. То есть этот дом именно так сделан, чтобы мы же казахи, то есть обязательно какое-нибудь мероприятие, свадьба, там еще что-то, чтобы дом был, всегда можно было расширить пространство сразу же. Почему вы такого человека-то выбрали? Наверное, шансов не было. У нее шансов не было. Я настойчивый. У нее не было шансов. Она меня... Паргулан, вы даже сейчас не даете шанс ответить. Нет, она меня отметала по-всякому. Телефон не давала. Я тебе скажу, знаешь, как я телефон у нее взял? Во-первых, я в библиотеке, когда с ней познакомился, я увидел, зашел в библиотеку и ее увидел. Я про себя сразу решил, она будет моей женой. То есть ее мнение особо никто не спрашивал. Я для себя внутри решил, она будет моей женой. Потом сел сзади, начал, вижу на меня, не обращать внимания, я начал громко скрипеть, двигать. А библиотека, это как бы неприлично. Они начали на меня оглядываться. Я говорю, кстати, Маргулан зовут. Потом, когда вышли, я начал их провожать и начал приставать к ее подруге. Не к ней, а к подруге. Это специально? Специально, чтобы у подруги узнать ее телефон. Понимаешь? Она как дикая газель в то время такая. Вся такая из себя, понимаешь? И потом, что я сделал? Знаешь, что это вообще прикол? Я позвонил с ее телефона в общаге, к ней домой, я взял ее телефон. Я понял через подругу, что она ответственный человек. Я позвонил и говорю, вы знаете, вас беспокоит студенческая социологическая служба. Мы хотели бы провести небольшой опрос по поводу того, как наши студенты проводят свободное время. Вы можете нам помочь? Она говорит, ну да. Потому что она ответственный человек, не может отказаться. КАСДФ называется современным языком. Исследователь в любой аудитории. И я говорю, вот так, когда вы встаете обычно, что кушаете, обед, какие фильмы любите, в какие дни и недели свободные. Все про нее узнал. Все про нее, семью, все узнал, что можно. А потом говорю, ну запишите, если хотите получить результат исследования, запишите адрес. Она, хорошо, пишу. Я пишу, Казгурат, Тимирязево, 46, обширитель номер 9, к Маргулану Сесимбаеву. Она говорит, аааа, на той стороне. Такой бис был, блин. Зато я все знал. А потом, когда я ее приглашал в кино, она говорит, не, я не могу пойти. Я говорю, как, сегодня у тебя в 7 часов свободное время. Ты обычно в кино входишь. Поэтому это, и это там целая была эпопея. Она тоже не ходила в кино. И опять мне пришлось прибегнуть к хитрости. Я позвонил ей в один день. Я говорю, ты знаешь, у меня проблема. Таким загробным голосом. У меня большая проблема. Ты не могла помочь. Она говорит, что случилось, что случилось? Я говорю, нужна твоя помощь. Что случилось? Я говорю, не по телефону. Приходи там, на автобусную остановку, Маркова Тимирязева. И она приперлась. Я говорю, пошли в троллейбус. Посадил в троллейбус. И этот троллейбус везет прямо к кинотеатру. 11 утра этот троллейбус. И мы вышли из кинотеатра. Я говорю, ты не могла помочь мне в кино посадить? Негодяя. Она такая, все равно не пошла. Прямая капец. Не пошла, побежала к своей тете, помогать ей диплом, писать. И я с ней тоже побежал. Короче. Сколько лет вы уже вместе получается? Ну, познакомились мы в 90-м году, в начале 90-го. А замуж я вышла в конце 91-го. Ну, получается, с 91-го года 32 года. То есть, вот так вот можно один раз увидеть женщину, сказать, она будет моей женой и 32 года жить вместе. Ну, бывает. Хорошо. Я все-таки хочу чуть-чуть прояснить с другой стороны ситуацию. Ну, вот по-честному, вы просто игрались, так сказать, с ним. Он же вам тоже, наверное, понравился? Ну, да, конечно, понравился. То есть, это была такая женская игра, да? Ну, нет, почему? Во-первых, я тогда молодая была. Я же только на первом курсе, мне там 17-18 лет, а он взрослый, после армии. Ну, для меня оказался взрослый. И, как бы, я понимала, что у человека серьезные намерения, а я еще не готова. Поэтому я так не очень-то спешила. А он потом же в Америку собирался, он же написал письмо президенту, как он стал еще популярным. Его, наш тогда президент, он начал встречаться со студентами, и вот эту программу было шаг запускать. И тогда Маргуман, как раз он ездил в Америку, он в ФО, в Москву, он привез Дейл Карнеге книгу. И вот по ней он написал ему письмо, записку. И вот по этой записке она сработала, он его вызвал к себе и собирался его отправить в Америку. Но потом случился путь, то все, и, в общем, не случилось это все. Но про Маргумана написали все газеты студенческие, да, он стал супер, на передовице у нас есть где-то, горизонт, там еще другие, казахстанские газеты, он стал супер популярный, конечно, сильно возгордился, начал чуть-чуть борзеть. Звезду поймал, да? Звезду поймал, да. Ну и тогда, конечно, мне приходилось уже более жестко его осаждать. Учси, это мусульманская семья, жена более жестко. Ты что говоришь? Да, это еще было, да, это был еще такой период ухаживания. Да, но тогда, конечно, уже моя тетя, ну, вместо кино мы пошли к моей тете, моя тетя была от него в восторге, она начала моей маме говорить, вот, там потом мама его повстречала, и он тоже понравился. Ну, в общем, все вот так в совокупности, он, как это, завоевал сперва окружение. Тогда, оказывается, искусство войны, оказывается, я применил. В искусстве войны говорится, сначала разбей замыслы противника, второе, разбей союзы противника, и третье, привлеки его союзников на свою сторону. Сюнзы, две с половиной тысячи лет назад. Он начал приходить к моей маме сам. Я прихожу, он дома чай пьет. Я говорю, мама, а почему он здесь чай пьет? Она говорит, ты не понимаешь, вообще жить очень сложно жить. Ты не жила вообще жить, я же городская. И, в общем, мама его там кормит, поет. Я такая думаю, да, интересно. Ну, и там много историй. Справа у нас кухня, но кухня у нас... А общая площадь дома? Где-то полтора тысячи. Полтора тысячи квадратных метров. Вот у нас кухня, это кухня семейная. Здесь мы только завтракаем, ну, и супруга, когда что-то приготовит для нас, вот она такая семейная, она сразу заказана со всеми кайзен инструментами, то есть... Кайзен инструментами. Ну, имеется в виду, чтобы не покупать отдельно приборы, мы сразу их заказали и сразу в мебель итальянцы сразу это встроили. В результате, я когда это беру, я знаю, что пиццу порезал, сразу должен вернуть на место. Давайте введем понятие для тех, кто не знает, кайзен. Что значит? Кайзен это японская философия, которая переводится как процесс постоянного, постепенного, непрерывного совершенствования. Это очень важно. И один из инструментов кайзена, например, законченное действие. Предположим, я беру пиццу, я взял этот инструмент, порезал пиццу, тут же я должен помыть и сразу поставить на место. Это называется законченное действие, то есть вещь лежит ровно так, как было до того, как ты что-то сделал. И когда ты так это делаешь, тебе не приходится убирать. А иначе мы же как готовим? Порезали, потом порезали, потом вот так раз, потом, и потом, блин, все оптом берем, моем там то, все. А когда много вещей, может оказаться, ты что-то забыл. А тут сразу порядок. И вот здесь специи и так далее. Здесь и все подписано. Вот масло, например, открываем, здесь масло. Там доски и так далее. но это уже супруга подписывала. Потому что мы как бы, я совсем на голову больной, супруга наполовину больная, Кайденом. Ну и дети чуть-чуть. А это вот доска, она с одной стороны магнитная, с другой стороны маркерная. Что они рисовать можно? Дети рисовать. Это тоже очень практичная вещь. Маруглан, вот знаете, когда общаюсь с ребятами, мне 36 лет, а кому 20? Они говорят такое слово, душный. Слышали такое слово? Да, душнила. Душнила, да. Я душнила. Я думаю, что в комментариях тем, кому до 20 будут ругаться, что слишком душно мы с вами. Ты знаешь, все должно соответствовать возрасту. После 50 надо быть душнилой. Почему? Потому что важно. Потому что, когда ты создаешь свою жизнь, свой образ жизни, ты хочешь, чтобы не было мелочей. Потому что, когда в молодости ты на мелочи не обращаешь внимания. А с возрастом ты начинаешь получать кайф от мелочей, а не от крупных вещей. Все, потому что крупные вещи у тебя уже произошли в жизни, и ты начинаешь смаковать мелочи. Вот это кайф, вот это вещь кайф, вот это, вот эти, а поэтому для молодого это, кажется, душнело. Вот это лифт, это с нижней кухни подают здесь еду, здесь, понятно, кофеварка, холодильники, понятно. А здесь особенность, знаешь, в чем классная? Что, что мы летом я создал себе кафе здесь. Гранду специально, да? Полностью открывается, ну, как бы, и мы там зонтики, здесь у меня кафешка своя. То есть, я здесь завтракаю, обедаю, ужинаю, на улице все время. Мы как итальянцы, предпочитаем на улице все время кушать. Ну, и понятно, вот эти все приборы, вот эти все, это островок, микроволновка, посудомойка, ну, все дела, короче. Сколько вы занимались строительством этого дома по времени? Что если два часа выбирали только вот держатель для... А это держатель уже после того, как засиделся. Ну, понимаю, ну, в сумме, что вот до сегодняшнего готового состояния. Ну, года два, наверное. За два года, да? Да. Я не могу не спросить, потому что из вот этот эпизод, когда вы оказались в очень сложном положении, да, вот самый тяжелый период, через который ваша семья проходила. Потому что вот у меня есть знакомый, тоже один миллиардер, который как раз была, ну, не похожа, другая ситуация, но он тоже потерял все. И ему пришлось из семьи тоже разойтись. То есть пришлось там убежать, оставить всех, да, и, ну, надо признаться, жена его тоже не поддержала. Вот вы как себя проявляли в ситуации, когда вот все, как бы уголовное преследование, нельзя даже на улицы выйти, Интерпол, все мировые суды и вот это все. Естественно, все вокруг считают, что он мошенник, все отвернулись и так далее. Там никто уже дружить, естественно, с таким не хочет. Вот вы же в этой ситуации неизвестно, может быть, и всю жизнь вы провели. Вот что вы в этот момент чувствовали, что вы ему говорили и как вы это вот сами проживали? Ну, в самом начале все же началось с мелких шагов со стороны правительства. Там сперва сказали заберут 25%, потом заберут 75%, но оставят управление. А потом в феврале, когда они зашли и полностью закрыли банк, не стали запускать маргуланы. И, в общем, с февраля он сидел дома и понимал, что там разворовывают банк и вот эта все, ситуация разворачивается не в лучшую сторону. И просто было понятно, что уже нужно было что-то делать. Там уже начали закрывать людей. И в то время, по-моему, уже в мае закрыли Жакишева. Это тоже наш друг. Закрывать это в тюрьму посадили? Да, посадили, да. То есть он тоже глава крупной корпорации, но государственной. И тогда вот маргулан сидит, говорит, что делать будем? Есть вариант сесть, но я не виновата и так далее. Или же убегать? Я говорю, ну, конечно, надо убегать, потому что если ты сядешь, то никто тебе не поможет. У нас как раз родились маленькие дети. Мы 16 лет ждали детей. И как раз перед всеми этими событиями Аллах послал нам двойняшек. И самое вот интересное, я говорю, я всю жизнь молилась, все готова отдать, лишь бы дети появились. Ну и так случилось. Аллах все забрал, но детей дал. Да. И мы, в общем, в такой... Вот так же ты откуда? Да. Не Назарбайла, оказывается. Она намадилась. Да, чуть-чуть, наверное, было. И вот такая ситуация, и, в общем, маргулан... Когда молитесь и просите Всевышнего, обязательно четко формулируйте свое техническое задание. Да. Вот вам примеры. Вот откуда все. Да. Так. И, в общем, он, когда уехал... Я, извините, перебью. Есть такой классный анекдот. Я супруге рассказывал. Новый русский, короче, сидит, его налоговый отрамбит, там то-се, проблемы, все имущество отнимает. И рядом жена такая, рядом с ним, то-се. И он такой говорит, Таня, слушай, вот помнишь, когда у нас была первая проблема, там я машину стукнул и руку сломал? Она говорит, да. Ты была тогда рядом со мной, ухаживала со мной. Она говорит, да. А помнишь, говорит, когда у нас первый магазин мы построили, я начал торговать, и магазин сгорел. Я, говорит, депрессия была. Ты тогда была рядом. Помнишь? Она говорит, да, помню. Он говорит, а помнишь, тогда на меня бандиты наехали, меня чуть не покалечили и кучу денег отняли. Ты была всегда рядом. Она говорит, да. И вот сейчас, говорит, налоговики на меня наехали, счета арестовывают, забирают. И ты рядом, говорит. Я понял, говорит. Все беды от тебя. Какой с ним что это? Нехорошая анекдота. Не, ну она сама говорит, молилась, молилась, готова была нам все отдать, дать детей. Детей дал, слава Аллаху. Да. Он же все забрал. Ну, ничего страшного. Дети интереснее. Да. Что тебе, 6 миллиардов? Да. Ну и вот, в общем, когда Маргулан уже уехал, непонятно было, что я с детьми. Он говорит, ну как ты останешься, как дети? Я говорю, ничего, все взрослые люди, все сами проживем, ничего страшного, главное, ты себя спасай. Потом, в общем, он уехал, через два месяца, наверное, или через месяц, говорит, все, приезжай, короче, мне это надо. Кажется, все это надолго и непонятки. Ну и тогда уже я начинала, я продавала свой бизнес, потом собрала детей, и мы, в общем, приехали. Сперва были в Италии, мы с детьми, Маргулан там пытался решить, потом уже заехали в Дубай и вот Интерпол объявили. И там уже, конечно, как говорят, туризм в Дубай не интересен, я не любила ездить, но жить там, в принципе, мне понравилось, потому что там космополитично. И в Дубай, в общем, вот это все уже там началось. Конечно, да, Маргулан не мог выходить, мы ходили из дома, у нас там тоже истории, я не знаю, рассказывал, как к нам приезжала полиция. Рассказывайте. Рассказывал? Нет, нет, рассказывал. В общем, я гуляю с детьми, тут вижу, едет две полицейские машины, заезжают к нам во двор. Я понимаю, что все, что-то забегаю, кричу, Маргулан, там полиция приехала, мы закрываем все окна, двери, сидим и думаем, что делать. А и полицейские машины стоят во дворе, постояли, постояли, развернулись и уехали. В общем... Я, главное, поднялся наверх, в штору смотрю, уже начал одеваться, ну, думал, если заберут, чтобы удобная одежда была, то все. И смотрю, они гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу между собой болтают, болтают. Ну, думаю, все, сейчас иду к выходу, сдаваться, то все. Тут они разворачиваются и уезжают. Прикинь? Потом мы своего водителя посылаем узнать. Оказывается, мы жили на ветке на Пальме Пи... М-83. 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 А там на ветке есть... Ветка... Транк. Нет, канал. Канал 83. Канал 83. Получается, они перепутали, им поступила сигнализация, что пожар в доме, и они примчались, но перепутали виллу и приехали к нам. Но мы такой стресс хапнули. Ну, все. Капец. А про вот это в конференции не рассказывал? Вообще, это вообще это было, с одной стороны, и смех, и грех. И так как мы не могли открыто ходить, мы ходили в бейсболках, в очках, мы три брата, всех родственников перевезли, потому что да. И нам сказали, что Интерпол уже знает, нас ищет и так далее. И мы решили затариться и взяли самый непосещаемый отель, который возле Дубай-Мола, ну, дальше Дубай-Мола, адрес. Такой, далеко от пляжа там и так далее. И прикинь, мы туда заселились, и в три часа ночи мне звонит брат по внутреннему телефону, говорит, срочно варим. Я говорю, что случилось? Ему позвонил помощник, Богдад, и говорит, Асике, и вот так. И он говорит, его повязали, его повязали, он хотел сообщить, у него телефон забрали. Что значит Асике? Ну, моего брата Аскарзова, Асике, он хотел сообщить, и говорит, ему повязали, надо быстро валить. Это в три часа ночи. Мы выскакиваем, мы выскакиваем, кепки все одели, выходим, и этот, я забыл паспорт, номер. Блин, я поднимаюсь наверх, не помню какой этаж, с лифта выхожу, так лифт, и поворот, и там мой номер. И слышу в этот, стучаться в дверь, в мою дверь. Я такой, капец. И этот, и там разговоры, там то, сё. И потом раз, тихо выглядываю, оказывается, рядом со мной, прямо там, расстояние между дворями, буквально метр, какой-то чувак снимает номер, бухает, и ночью заказал пиццу. Ему привезли пиццу, он не открывает, пьяный там. Они ломятся в дверь, а я думаю, что в мою дверь ломятся, прикинь. Я такой, пошёл, взял паспорт, раз, мы вышли тихо, взяли такси, едем на такси, и к это, джумейры подъезжаем, ну вот это, как джумейры бич, туда подъезжаем, и нас полицейские обгоняют, сирены, в три часа ночи, и раз, прижимают. Мы расстали. Ну не может так много чудес быть, но в этот раз точно возьмут. Тут полицейский окно открывает, и нашим водителям говорит, здесь вообще-то пешеходная улица, надо ездить не более 40 км в час, вы превысили скорость. Я такой, и всё? И всё? Из-за этого мы столько стресса хапнули? И всё? И такой, да. Полицейский не знал, что там сидят люди в розыске Индерпола, да. Да, причём при задержании которых можно применять оружие. Ладно, потом раз нашли наконец этого Багдада, вызвали, он приезжает, говорит, не знаю, во сне, наверное, вот это, он сам не помнит, он во сне набрал, и прикинь. Мы такой, вот ты гад, его чуть не задушили, короче, вернулись в этот отель, раз, утром, опять он приходит и говорит, нельзя выходить, отель полный, полицейский, всё охвачено, вся территория по периметру, куча людей с этими наушниками, такие прозрачными, знаешь, как бодигарды, куча бодигардов, пистолеты, говорит, я видел пиджак, он открыл, у него был пистолет, человек 50, говорит, да, ну нафиг, ну теперь точно будет брать, три брата, особо опасных преступников, наверное, сейчас из-за этого спецоперация, он говорит, всё перекрыто, никого не пускают, фойе, всё перекрыто, везде охрана, на лифтах, на каждом этаже, везде, я думаю, всё, капец, ждём, 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 ничего не происходит, потом, раз отправляем его на более глубокую разведку, он приходит, оказывается, представляешь, что это просто ирония, именно в этот день происходит съезд генеральных прокуроров всех стран. В этом отеле? В этом отеле. Весь отель полностью, одни генеральные прокуроры, одни генеральные прокуроры всех стран, всех, всего залива, и бандиты в розыске. Залива, прикинь, всего залива, всей Азии, все там, наверное, штук 300 прокуроров, или 250 прокуроров, не знаю, какой-то съезд генеральных прокуроров, и три преступника в розыске Интерпола. 150 генеральных прокуроров, и три преступника в розыске Интерпола. Это вообще капец. Кепочку? Мы такой, кепочку, выходим, там панельная сессия генеральных прокуроров по общему надзору будет там, панельная сессия генеральных прокуроров по криминальным делам там. Я такой, брат, на какую панельную сессию пойдем? Это было просто ситуация, где не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться. И чудес, везде чудеса, вот это чудо тоже было очередное. Каждый раз, когда такие истории рассказываете, мне кажется, вы чуть-чуть придумываете, но, видимо, судя по всему, реальная жизнь у вас такая. Правда, я сама была в этом отеле, когда я приехала, с чемоданом Аргуану привезла вещи, потому что они же экстренно, я приготовила еду, там вещи, выхожу, меня встречают, говорят, вам точно сюда? Я говорю, да. А они уже готовились. Он говорит такой, ну идите там на чек-кин, а мне же не надо на чек-кин. Ну, я думаю, странный такой. Ну, ладно, пришла на чек-кин, посидела, потом пошла в лифт. Там тоже накачанные эти, так нажали, на меня смотрят, ну, думают, какая-то прокурорша непонятная. Одна из дочек любит вот эту ванну. Она очень дорога, 20 тысяч евро стоит. 20 тысяч евро, да? Ну, она деревянная, из-за этого приятная, такая хорошая. Поэтому, когда тебе что-то реально практично нравится, цена не имеет значения. Вот здесь так. А санузел? Ага. Мне нравится то, что тоже водопадик. Тоже как водопадик. Да, как ручей, как будто из горы. И вот это мраморное тоже, да? Да, камень. Вот это все, видишь, все другое. Так, вот это... Вот это хамам. Хамам, да. Так. Ну, я предлагаю присесть немножечко. Не мокро? Нет, не мокро. Чтобы, понимаете, не каждый день я с миллиардером, самым известным предпринимателем на Ютьюбе, я думаю, более известным, чем вы, нету, посижу в его хамаме. Ну, хотя бы, знаете, вот, как говорится, помедитирую. Машечка, помедитирую. У меня своего хамама, понимаете, пока нету. Вот, поэтому буду визуализировать. Есть такой тренинг, знаете, кстати, говорят, хочешь что-то, что в жизни произошло, значит, организуй на один день. И вот кто-то, значит, там, делают свадьбу с Джонни Деппом, там, на яхте, что-то. Я уж не знаю, работает, не работает, но хамам с вами, кстати, приятно. Вот я тебе скажу, хамам – это нужная вещь. Давайте выйдем, а то тут эхо и расскажет себе. Потому что хамам – нужная вещь, я согласен. Я вот тоже тебе скажу, тяжеловато мне приходится без хамама. Нет, смотри, я езжу на охоту, экспедицию. Вот завтра я уезжаю, например, на неделю на гуси на охоту. Приезжаешь, спина, где-то простудил, то-сё, пришел в хамаме, отлежался, все классно. Вот это, понятно, джакузи, горячая вода, здесь бассейн. Сколько размер бассейна у вас получается? Метров 15, да? Небольшой, 15 метров. И вот там водопад опять. Водопадик тоже. А вот здесь это русская парная, такая сауна. Вернее, здесь финская. Финская, да. Ну давайте тоже залезем, сядем чуть-чуть. Понятно, что в брюгах, но как будто так вот, чуть-чуть подлить. А, Маргаринчик, чуть-чуть добавить. Раз. Потом добавим там спецэффектов каких-нибудь, пар, может быть, как бы там. Ну хорошо. Вы как часто сюда ходите? Ну, позавчера, последнего, позавчера. Ну, ты же заметил, и в хамам еще не остыл. А вот бассейном реально пользуешься? А то вот я сколько знаю людей, у кого бассейн, они говорят, никто не пользуется. Ну, я так скажу, не скажу, что часто, но пользуемся. Я бы так сказал, не скажу, что это заброшенная часть дома. Я вообще не люблю таких уголков в доме, где не посещается. Я хочу чисто технически понять. На всякий случай, тьфу-тьфу, ну, вы же вот в отеле зарегистрировались, вы же по паспорту регистрировались. Ну, то есть, получается, ну, они знали... Мы не по-своему же. А, почему? Мы же номера взяли не на себя. А, убрали у знакомых помощников на их имена, да? Не мы, помощники зарегистрировались. А, и просто нам карточки потом отдали? Просто нам дали карточку. Кошмар какой. А то, что кепки, это потому что везде камеры, и если у вас камера хоть где-то засекла... Так много камер, как сейчас, не было, конечно, но мы все равно опускали кепки и всегда выходили вот так. Смотрели вниз. И через камеру она не... А потом, смотри, в то время надо учесть, что еще не было такой камеры, которая идентифицирует по лицам. Это были еще камеры, где охранник должен, ну, посмотреть лицо. Сейчас же компьютерные системы. Да, сейчас уже сложнее скрываться. Конечно, компьютерная система, она сразу распознает тебя по движению, по ходьбе и по контуру, даже по ушам и так далее. Поэтому она сразу автоматически, она же, компьютер не дремлет. А там в то время было так, что охранники смотрят на камеру. Хорошо, но залетали как? Вот в Дубай как прилететь можно было? Мы когда прилетели, еще не было. Как мы залетели... А, вы залетели? Успели? Это вообще какой нонсенс. То есть вы залетели в Дубай? Да. Поэтому Дубай знал, что вы там, ну, по идее, да? Потому что вы по документам прошли. И, соответственно, вы были в Роске, именно на этой территории, просто вас не так активно искали, видимо, да? Да, да, да. Но вы же не знаете, естественно, вам никто не сообщает, ищет у вас или нет, да? Нет, потом я выяснил, что нас искали. И более того, они определили, в какой виде мы живем. Мне интерполцы сами показывали. Просто не брали по каким-то причинам. Ну, может быть, еще не успели, потому что я пришел сам, сдался. Да, это была тоже отдельная история прикольная, когда я в международных судах уже выиграл, мне надо было возвращаться в Казахстан. Я знал, что мне в аэропорту загребут, поэтому я сам пошел в интерпол, в офисы в интерпола, и говорю, я в розыске, вы там меня возьмите, типа, либо снимите карточку в аэропорту. И они меня там закрыли, я там трое суток просидел. Закрыли, прям в тюрьму посидели? Да, да, в тюрьму интерпола. То есть все-таки три дня посидели? Ну, я себя называю так, тюремный экскурсант. Я сидел трое суток в Медине, в Саудовской Аравии, трое суток в Дубае, трое суток здесь, в Казахстане. То есть мне провели экскурсии по всем тюрьмам мира. Не могу себя причистить к арестантам, они обидятся, ну, те, кто реально сидел в сроке. Ну, я поэтому экскурсант. И что, как разница между тремя тюрьмами? Знаешь, мне повезло то, что я сидел в интерполской тюрьме, это все-таки элитная тюрьма. Там, знаешь, там такие отъявленные убийцы-негодяи, ну, более интересные личности, я бы так сказал. То есть не простые карманики, там такие, которые по-крупному, по-крупному что-то делают. Если вдруг режиссеры Netflix смотрят это видео срочно, нужно все это экранизировать, нужно срочно делать из этого прям полноценный такой Netflix серий. Интересно, что вот мое впечатление из периода, мединского периода, где я там сидел, когда меня в аэропорту закрыли, там отдельная история, как я сидел в камере при аэропорте, там вообще приколов много куча. Меня заковали в кандалы, то есть на руках были наручники, и на ногах кандалы. И плюс цепью руки были прикованы к ногам. И плюс я еще был прикован к своему напарнику. И мы вдвоем ходили вот так. Вот если видели кадры Абу Грейба, по-моему, Гуантанамо, американские в рыжных одеждах, вот которая для смертников, вот так было. Наручники, кандалы на ногах, цепью, наручники к кандалам, и еще я к соседу. А мой сосед натер ногу кандалами, и мне приходилось его еще вот так таскать. А он такой черный парень, и, блин, вообще было очень достаточно прикольно. Вы видели, как он в кандалах? Да. Ну, не я, а я была с Маргуланом братом, он даже снял на видео это, а я, конечно, а я там бегала с прокурором. Он на старое видео снял. А мы не загрузили себе в галерее. Так вы нашли это видео или нет? Блин, вот для этой съемки мы хотели бы, я хотел бы это видео, но я им сказал, он говорит, телефон я свой отдал сыну, а сын почистил все. Не, почистили, потерял, не знаю. А там были кадры, где меня с автозека, с автомобиля сгружают, и ведут в кандалах с этим темным парнем, афроамериканцем, в камеру. И он это заснялся. Я вот, вы так все это рассказываете спокойно? Я понимаю, что вы уже прожили, там отпустили, но в тот момент вы хотя бы чуть-чуть грустнули, чуть-чуть расстроились, чуть-чуть обиделись. Паша, ты знаешь... Хоть немножечко было там? Или вы там на радость их интереса... Ты знаешь, во-первых, когда меня спрашивают, это как было больно терять деньги или нет, я говорю, ну все-таки 6 миллиардов. Я говорю, ты знаешь, наше правительство мне сделало обезболивающее. Какое обезболивающее? Дело в том, что они мне создали такую угрозу моей свободе, а свобода для меня высшая ценность, что для меня было спасти и сохранить свободу важнее, чем 6 миллиардов. Поэтому я даже не думал о деньгах, имуществе и так далее. У меня в голове был только один фокус – сохранение свободы. Поэтому в этом плане не было. Более того, когда, вот, например, я хорошо запомнил этот эпизод, когда меня в дубайской интерполской тюрьмы взяли наручники, посадили в машину, повезли к суде. А не к суде, а паблик-прозекьютор, общественный прокурор. И вот я везу, они мне наручники надели так, чуть-чуть наживолили буквально, и говорят, не больно? Ну, это комфортно, я говорю, да. И мы едем, они такие очень вежливые и так далее, все-таки интерпол, элита же. И едем, а они вдвоем. И самое интересное, это сидит, и у этого пистолет вот здесь в кабру свисает. А вот он с той стороны. И я так сижу, тихо взял, из наручников руку вытащил. Хорошо помню, левую руку вытащил. И у меня наручник вот так висит. Я присяд, думаю, сейчас. Висок этому, хвату кабру. Сюда, приставляю, к этому, говорю, в аэропорт, суки! Десять миллионов долларов! Самолет! И просяд, думаю, так, какую страну выбрать, какую страну выбрать. Серьезно собирались так делать? Да нет, фантазирую. Нет, я фантазирую. Я к тому, что я там еду в «Интерпосте» в машине и играюсь. Я так вытащил, и думаю, блин, ну что мне стоишь, я с этого висок. Та-дам! Пистолет вытаскиваю. Вперед! В аэропорт! Десять миллионов долларов, суки! Там, и так далее. Потом пофантазирую, пофантазирую. Потом такой, опять... Жал, чтобы соблазна не было. Но я просто хочу передать свои ощущения, что, представляешь, вот я еду, и как будто не со мной это происходит. Я как будто в каком-то фильме, я как будто играю. Вот, понимаешь? Для меня это, может быть, это меня периодически спасает, что я как-то сильно не влезаю в это, не проникаюсь. Я, как говорю, главный навык предпринимателя — быть неадекватным. Теперь у меня есть пример. Пространство вариантов еще. Да. Ну вот неужели... Вот хоть момент был, когда вы загрустнули? Ладно, хрен уже с деньгами. Я понял, что не волновались. Вы в уголовном розыске на улицу выйти нормально не можете. Как вести дальше свою деятельность, тоже не до конца понятно. Хоть на секундочку. Был момент, когда расстроился? Смотри, у меня психика такая. Я не концентрируюсь на проблеме. Я концентрируюсь на решении проблемы. Соответственно, все мои мысли, весь мой фокус о том, какие следующие шаги сделать. Соответственно, у меня нет времени переживать по поводу того, что случилось. Вот супруга Савле знает, она даже иногда длится. Спишь как танк, сволочь. Проблемы там, ну, как бы... Нет. Такого не было, что там сидел, грустил, себя жалел. Такого не было. Хорошо. Ну, у вас-то, как у женщины, был же момент, когда вы переживали? Я просто хочу... Потому что люди же будут смотреть, никто же не поверит. Нет, конечно, было. Так, я все переживания в аутсорсинг отдал ей. Она за всю семью переживает. Понимаешь? Правда? Ну, на самом деле, я больше за него, конечно, переживала. И дети. Меня спасали дети, потому что я не могла же сидеть, там, плакать, рыдать. У меня двое маленьких грудных детей, двойняшек, и мы туда-сюда кочуем, и муж, который сидит вот с такой головой целыми днями, думает, и думаешь, как бы это... И поэтому времени действительно грустить не было, и вообще физически времени не было, с двойняшками на перекладных туда-сюда, там, конечно, это... Ну, и дети, они же все равно как источник жизни. Ты на них смотришь, радуешься, и Маргулан тоже, он говорит, сколько времени я с детьми провел, и радость от них получил. Поэтому, на самом деле, все, что не делается, может быть, все к лучшему, что дети как раз пришли, Аллах приберег их на сложный момент, чтобы они нам дали радость и какой-то источник жизни, чтобы мы не с ума не сошли, потому что сколько людей там и с ума посходили, и, ну, покончили, или вообще просто сломались по жизни. Ну, потому что, вообще-то, появление детей увеличивает уровень стресса в себе обычной жизни. Да, да, это стресс, это дополнительный стресс, но он все равно жизненный стресс, который, потому что ты не можешь, ты же родитель... Жизнеутверждаешься. Да, жизнеутверждающий стресс такой. Хорошо. Ну, что, у вас не был даже момент, что вы поругались в тот момент, ну, по каким-то вопросам? Нет. Или он, это, моргнете, если он решает говорить правду? Нет, на самом деле, у нас же это не первый был кризис, у нас же были, ну, и до этого кризисы, и никогда у маргуана какое-то есть такое свойство, он не приносит проблемы домой и никак-то не вымещает, у него все это внутри. И, с одной стороны, это классно, потому что ты ничего не знаешь, а с другой стороны, это плохо, потому что ты не знаешь, а вдруг он сейчас сломается. Ну, у него все внутри. И никак он не вымещает, не злится там, не кричит, вообще нету эмоций. И это, он, говорю, чуть-чуть, может быть, как робот, он и говорит, у меня такая психика заторможенная. У него там, когда брат умер, мама умерла, он говорит, мне нужно время, чтобы это все переварить. И он потихоньку эту информацию переваривал, потому что когда там его брат разбился, один брат, старший брат, который привез его, он вообще слег, он просто не мог, не появлялся ни на похоронах, там на месяца два-три просто был в полной депрессии. И он свою жену, получается, забрал, мама там плачет, старше этой, и, в общем, маргулан такой входит, и я хожу, потому что надо, ну, хоронить человека, и надо все это делать, и, в общем, у него, в общем, такая психика чуть-чуть, с одной стороны, заторможенная, и это у меня иногда бывает, что я не знаю, не могу получить от него эмоции. И это и хорошо, и плохо. В силе есть и слабость, и в слабости есть сила, поэтому есть такое. Я считаю, что с Гадами понял, что моя психика, будем так говорить, мои органы восприятия воспринимают какой-то ужас, а потом есть орган переживаний, и моя вот это орган восприятия, органу переживаний дает ровно столько возможностей переживать стресса, сколько оно переварит. В результате вот это какое-то событие происходит, когда со мной негативное, я не могу объять весь ужас. Вот хочу, даже не могу. Я переживаю ровно тот ужас, который терпимый, спокойный и так далее, но чуть на более продолжительном периоде времени. То есть некоторые переживают ужас, а, день, два, все, в стрессе и так далее, и так далее. Я переживаю дольше. Но по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Растягивать удовольствие, так сказать, на степенную. Ну, это назвать трудно удовольствие, но это такая особенность психики. Хорошо, последний у меня вопрос. Вот нас будут разные люди смотреть, в том числе у кого-то сейчас не самый приятный период, ну, всякое бывает. И в том числе, может быть, и жена будет такого человека смотреть или сам участник процесса. Вот какой бы вы дали совет жене, что делать в ситуации, когда у мужа, у мужчины, ну, кризис в жизни? Ну, в партнерстве даже, как говорится, я уже забыла какая-то притча, кому плохо, тот вытирает слезы. То есть один должен быть сильнее, другой слабее. И если кому-то плохо, ну, есть такое, что один стакан полон, другой пуст. У кого меньше энергии, тот может проявлять слабость. А у кого больше энергии, тому нужно быть сильнее. И иногда, конечно, женщине, может быть, в этом плане проще, как материнский инстинкт, включаешь и начинаешь уже на мужа смотреть, как на ребенка, да, чтобы он там, чтобы у него все было хорошо, даже если он там что-то капризничает, оно ему сейчас сложно, и так далее, и так далее. В общем, больше включить материнский инстинкт, но не забыть его отключить вовремя. Гласно. Ой, спасибо вам большое. Очень интересно все рассказали. Прям такой эксклюзивчик. Я прям стою, мы еще над нами, смотрите, солнышко такое, шик просто. Я чувствую себя участником вашего сериала, который вы создаете. Это вот карта, где я планирую путешествия. Здесь мы думали, будет так, что мы будем иголочки, но к сожалению, оказалось, что я заказал, это мне сделали, но оказывается сложно иголочкам. Поэтому для красоты оставили. Здесь у нас серая кухня. Серая кухня? Да. Это что значит? Это значит, вся еда готовится здесь. Именно для приготовления. Да, чтобы запахи, все, здесь уходили. Здравствуйте. Здесь, получается, заносят продукты, заходит персонал, здесь готовятся, готовят еду, они в лифт и подают на нашу кухню. А в нашей кухне там хозяйничает супруга. И вы сказали, что у них обязательно должен быть отдельный вход для персонала, отдельный для хозяев, чтобы не пересекались. То есть, условно, дорожки хозяев и дорожки персонала желательно, чтобы не пересекались. А почему? Не уважение ли это к людям? Нет, это на яхте я увидел такой принцип. Смотри, вот у меня яхта, суперяхта, она большая, и мы жили вот так. Две параллельные миры. Вот, например, вот кажется, вот здесь выемка, а на самом деле там комната персонала, и мы живем параллельными жизнями, и у них такая секретная дверь, они открывают, быстро убирают и уходят, все. И смысл такой, просто, когда ты отдыхаешь, плохо, когда все время люди мельтешат, нет ощущения прайвеси. Все время кажется, что ты живешь там на людях как-то, ну, все открыто. А когда персонала не видно, живешь приятно, как будто реально частный дом, нет персонала, ну, минимум персонала и так далее. Если вот походишь по нашему дому вокруг, то ты не увидишь, что здесь 12 человек работают. Да, вообще не видно, никого нет. Да, кажется, такой дом, мало людей и так далее. Ну, у меня философский вопрос. Вот, а как это так получается, что одним людям дано иметь такой дом, яхты, а другие должны персоналом работать и через черный вход заходить? Ну, во-первых, это не черный вход, отсюда продукты заносятся наши, как никак. Но это вопрос выбора. Каждый человек сам делает выбор. Я же тоже, видимо, был пастухом. Мой был выбор не быть пастухом. Я в свое время, когда был пастухом, я для себя поймал себя на мысли о том, что я не для того родился, чтобы пасти свою еду. И с тех времен я ни разу не останавливался. Это был мой выбор. Так что каждый человек, он доходит до уровня своей удовлетворенности и остается на этом уровне. Если человек, например, работает поваром, значит, он либо осознанно, либо неосознанно принял решение остаться на этом уровне. Если он бы пошел дальше, он был бы хозяином ресторана. Если он решился бы пойти дальше, сделал бы выбор, он был бы хозяином сети ресторанов. Ну а как вот здесь кто-то скажет, ну, не дано, там, не знаю, ресурсов, не было связи, не было возможностей, не было какие-то внешние факторы, внешние причины, вот, заставляют человека поваром работать. Ну, смотри, не дано, не дано ты имеешь право говорить, если ты мне докажешь, что ты 8 часов работаешь, из которых там плюс еще 4 часа читаешь книги, проходишь курсы, конспектируешься, запоминаешься и так далее, делаешь все попытки, преодолеваешь все свои психологические заложки, барьеры, комплексы и так далее. А это дискомфортно, это порой даже больно. Если ты это все делаешь и у тебя не получается, тогда не дано. Но таких случаев я не видел. Ну как, ну есть вот люди говорят, ну вот я стараюсь, пробую, а это там проект делаю, тружусь. Вот ваш повар, он сколько часов в день работает? А, смотри, вообще богатство в этом мире дается не за работу. За работу, за труд дается зарплата. Это веснами еще говорится, что что бы вы ни сделали, все будет учтено, и вы получите должное, то есть вам воздастся. Но богатство, благо, дается за две вещи. Первое, за риск, за то, что ты несешь риск. И второе, за терпение. За терпение боли, за терпение в виде ожидания и так далее. Почему это два случая только, в которых дается тебе богатство? Потому что это только два случая, когда человек упывает на Всевышнего. Когда ты в состоянии риска, когда твой родственник в реанимации, не дай бог, ты ходишь по коридору и говоришь, о, боженька, только помоги, только эту свечку поставлю, благотворительно сделаю, курить брошу, пить брошу, только помоги. Вот ты уповаешь. Только когда ты уповаешь на Всевышнего, тогда ты получаешь благо. А когда ты не несешь риска, когда ты выбрал путь не брать на себя риск, не проявляешь терпения. То есть, а терпение что такое? Инвесторы зарабатывают только на терпении. Что такое вот инвестиции, классическое определение? Это отказ от потребления в настоящем в пользу потребления большего в будущем. Но когда ты ждешь, это у тебя же не все только растет, еще и падает, значит, ты терпишь боль, убытка в потере. Вот за это они и получают. Поэтому терпение и риск. Но это каждый человек выбирает. Я больше не хочу рисковать. Если ты застрял на каком-то уровне, знай, значит, ты принял неосознанное или осознанное решение не брать на себя риски. Ты поймал свою зону комфорта и все, встал. Ну, тогда будь доволен. Хорошо. Ну, вот бывает такое, знаете, что там руководители или предприниматели, или те, кто разбогатели, они немножко с неуважением относятся к людям, которые, как вы говорите, не сделали выбор рисковать. Вот ваше отношение какое? Вот он повар, это что он значит? Он какой-то неправильный, что он не выбирает так двигаться? Нет, для меня он такой же обычный нормальный человек, потому что, ну, какая разница, я тоже сам мог быть поваром, я занимался делами погрязнее, чем повар, поэтому это же, это вообще никакое, я бы так сказал, отношение к человеку абсолютно не коррелирует с его количеством денег или с тем он занимается. Я вообще считаю, не существует грязных дел, потому что в исламе есть такое понятие, что одна из форм поклонения Всевышнему – это служить людям. Если ты служишь людям, даже калоши моешь, это уже круто. Это уже круто. Ты не сидишь на шее, ты не ноешь, ты что-то для людей делаешь, ты не дармоет в этой жизни. Все, это уже круто. А какая разница? И почему из-за этого человек должен… Вот этот социальный статус для меня, ну, как бы, совсем непонятно. И еще, это же вопрос такой, я же сам там посидел в тюрьмах, да, хоть и не короткое время, да, в такой грязи посмотрел, и я понимаю, что это в один день может измениться. В один день. И это у меня в жизни было, с яхты, где 21 человек персонала, это три вертолета, там, 70 метров яхта, и буквально 3-4 месяца, и я в тюрьме. И это же… Я же вижу, что это реально в жизни происходит. Поэтому нельзя зарекаться. Вам, я уверен, в день приходит примерно 500 приглашений дать интервью, поучаствовать в съемке, прийти в подкаст, выступить на конференции. Вы почему согласились? Ну, во-первых, в любом интервью мне прежде всего важна интеллектуальная составляющая. То есть, я интервью не даю по принципу стать еще более популярнее. Понимаешь, большинство интервьюеров хотят показать внешнюю картинку, а мне хочется пообщаться на более глубокие темы всегда. Поэтому, если интервьюер интеллектуально развит, мне нравится. это у меня комплимент так сделали. Это комплимент, да. Хорошо. Ну, это вот, это у меня на YouTube-канале уже есть, многие, Миша Горбинев вообще сказал, что именно в этой комнате, что я маньяк. Так что, ну, это мой охотничий гардероб, причем, вот, это комбанкарчики, например, мой водитель сегодня утром поехал, в Астану уехал, и я точно знаю, какую одежду он забрал. Соответственно, мне завтра вылетать, я еду на лике, я знаю, потому что он шапку он взял, брюки он взял, майки какие он взял, я все вижу, что он взял. И здесь интересно, что многие этот, думают, что это просто карточки, на самом деле, эти карточки, они еще собирают бигдату. Вот, бигдату думают только в компьютерах, на самом деле нет. Вот я поехал на охоту, да, вот этот джакет. Вот когда человек приезжает с охоты, вот когда, смотри, я покажу, как происходит вообще процесс. Процесс происходит очень интересно. Вот когда я на охоту беру, еду, например, я решил вот это взять. А почему я вот это, например, взять, решил одежду? Потому что у меня есть стандарт. Температура, плюс 10 до нуля. Соответственно, стандарт одежды ранний сезон. Я знаю, что здесь, видишь, жилетка. Вот. Название жилетки, все. Вот жилетку я взял. Я беру эту жилетку. Это у меня все, ситка, это самый дорогой бренд в Америке. Заметьте, все, все одежды подписаны вот это. Средний верх, Дакота Вест, Маргуан. Ты думаешь, это кто делал? Я делал. Пришивали сами? Более того, я это вот написал, разработал. Средний, это значит средний слой. Есть три слоя. Внешний, внутренний, средний. Средний слой, верх, это значит верхняя часть. Дакота Вест, это модель. А Маргуан, это мое, чтобы не перепутать с друзьями, у которых могут быть тоже такое. И плюс, когда это сотрется, порвется и так далее, я захожу у себя в Excel, нажимаю одну кнопку, меня бросает на Амазон, на ту страницу, где я купил, на тот же размер и так далее. Второй кнопкой я нажимаю купить. И когда купил, я, смотри, вот это, предположим, испортилось, да? Я что делаю? Я беру вот это, вешаю сюда, купить. Все понятно. Когда я купил в Амазоне, я пишу, куплено, в пути. Когда пришло, я беру, открываю, вот у меня, я беру, открываю, отрезаю. Вот это я в Амазоне заказывал все тоже, индивидуальные, видишь, со всеми надписями. У меня куча различных этикеток, вот такие специальные этикетки, это все заказываю. Я беру, отрезаю, иголкой пришпиливаю и на ремонте. На ремонт. Они все это подшили, когда приносят, на комбан стол кладут. Потом я беру, я сам раскладываю. Я беру, вешаю на плечики и все, это опять на месте. Теперь, когда на охоту собираюсь, я вот это взял, сумку открыл, бросил туда и беру это вот так, открываю, это кидаю вместе с сумкой. А это вешаю сюда. Что происходит? Вот на охоте я поохотился, то, сё, и как мне, я назад домой собираюсь, я что беру? Беру, открываю сумку, всё вываливаю, беру карточки, которые в кармашке лежат, и так беру, так, так вот, то есть, положил, следующую карточку, и так проверяю, чтобы всё, получается, я ничего не могу забыть. Потом, когда приезжаю, я это беру, так вот, открываю, но до того, как этого, я смотрю, в каком сезоне я охотился. Вот сейчас осенний сезон. Я беру вот это, это, кругляшки обозначают, вот это, это недельная охота, вот это меньше пяти дней, большой кругляшок больше десяти дней. я ставлю вот это, кругляшок, потом раз, потом вешаю такую жилетку, её вешаю сюда, и вешаю карточку. Всё. Я вот здесь неправильно привязываю, она как бы вот так должна быть. и получается, я знаю, смотри, получается, что я знаю, какую одежду, в какой период времени, сколько я носил. и благодаря этому, я знаю, какую одежду сокращать, какую одежду покупать. Ну, что я ношу? Это бигдата. И визуально сразу вижу. Видишь, какая одежда, когда, сколько раз одевал, да и так далее. И вот, вот так всё стандартизировано, вот мы можем посмотреть. Вот условно, я смотрю, оба бинокля нет, водитель, значит, забрал на охоту. Молодец. Всё, вот правильно бинокль забрал, со стабилизатором, фонарика нет, значит, он фонарик забрал, сразу видно. А зачем это, в чём идея? Я уверен, что вы же это делаете не просто, чтобы увидеть, что нету... Самое интересное, вот это всё я сам вырезал. Вот прямо за этим. Нажните камень. Нет-нет, это режет бритва, это такая специальная бритва, которую в Амазоне я тоже купил. Зачем? Вот люди посмотрят, скажут, зачем? Зачем? Смотри так, я считаю, это как раз тот перфекционизм, который в себе надо соблюдать, не существует в мире мелочей. Вот просто не существует. Я не верю, что существуют какие-то мелочи. Это мелочи, на самом деле, это наша отговорка, чтобы отмахнуться от сигналов внешнего мира. Обратная связь работает по принципу такому, смотри, до того, как случится большая жопа, случается маленькая жопа, а до нее случается черик, до нее случается прыщик, до прыщика покраснение, до покраснения зуд. До зуда неприятное ощущение. Она так идет. Если ты не обратил на зуд, будет покраснение, не обратил на покраснение, будет зуд. Не обратил внимания на зуд, будет прыщик. Не обратил внимания на прыщик, будет черик. Не обратил внимания на черик, будет рак или еще что-то. Это касательно здоровья, я говорю, метафора. Но в жизни точно так же. Все начинается с мелочей. Все начинается с маленьких вещей. Если ты не приучаешь себя четко замечать детали, то ты не увидишь большое, то, что надвигается. У меня есть два правила. Первое правило гласит так. Знание основных принципов освобождает от необходимости знать детали. Многие меня спрашивают, как вы можете знать во всех отраслях, и в продажах, и в маркетинге, и в семейной жизни, и так далее. Я говорю, вот это как раз знание основных принципов освобождает от необходимости знать детали. Но есть и обратный принцип. Что знание маленьких деталей помогает предсказать, какие будут последствия. И вот поэтому я приучаю, чтобы глаз не замыливался, чтобы я всегда видел детали. Мыслил картинки, большими картинками, но глаза, внимание, чтобы замечали детали. Это, конечно, шокирует. Парбулан, хочу поместить про охоту. Судя по тому, где мы находимся, и как много выделяете внимание, это важная часть вашей жизни. Да. Во-первых, вам не жалко животных? Ты знаешь, я с годами, на самом деле, вот выезжая на охоту, например, я езжу на Уларов, там, да, три-четыре раза ездил по неделю, один раз по две недели, и ни одного не убил. Бывает, езжу там на утину охоту, ну, четыре штуки, которые сам сварю, там. Для меня сам важный процесс, мне важна природа, и мне нужно одиночество. Назвать, как это, экспедиция, я езжу с одной точки А в точку Б, но на охоту не всегда ты ездишь с точки А в точку Б. Это просто одиночество, общение с природой, опять, чтобы не терять связи с реальностью, и общение с простыми людьми. А хочется жить простой жизнью, с простыми людьми общаться. Вот я недавно приехал с охотой в сентябре, там я жил, я даже видел, кстати, у меня видео-то набрало, там что-то пять миллионов просмотров, что ли. Прикольно, я просто снял, говорю, смотрите, вот диван покосившийся, вот табуретки подперли, потому что матрас там порвался, вот пружина выскочила, вот стены такие, говорю, не знаю, кто как, есть здесь психолог, который может объяснить, почему я кайфую в таких условиях. И там почти пять миллионов просмотров. Хорошо, но еще про охоту хочу прояснить все-таки. Много же хобби, чем можно заниматься, можно просто ходить там на реке и медитировать. Почему именно вот этот вот такой животный инстинкт подстреливает? Что это дает? Да, это дает, во-первых, умение брать риски. Охота мне сильно помогает в риск-менеджменте, потому что когда ты на охоте, особенно с детства, у меня были случаи, когда я охотился за утками, провалился под лед, выскочил там, ну, и это было 31 декабря, до аула, по-моему, 12 километров было, и я пока вылез, пока одежда вся замерзла, я не мог ее одеть. Я в трусах бежал до дома, чтобы не замерзнуть. Но охота мне все время помогает понимать такую вещь, что нужно, во-первых, адекватно планировать. Я четко вижу, например, городских шоферов от степных, городские вообще не умеют брать рисками. Они вообще, вот условно, забуксовали, городской начинает газовать. Почему? Потому что у него цель быстрее доехать до точки Б. А я в таких случаях, и так же, как аульные ребята, я в таких случаях говорю, стоп, не давай пробуксовку, выхожу, не спешу. И говорю, у нас теперь нет цели доехать до точки Б. У нас теперь цель выехать из этой лужи. А это другая постановка цели, это другое поведение. Если у нас цель выехать из этой лужи, значит, мы не должны спешить. Надо выйти, набрать веточек, подложить, поддомкратить, поднять, чтобы с одного раза выехать. Потому что любое дергание в грязь только улучшает ситуацию. То же самое в жизни. Если ты начинаешь, цели не сменил, вот я был миллиардером, потом в розыск забрали активы, если бы продолжал вести себя как миллиардер, я попал бы. Но я сразу переформатировался, я понял, что приоритет свобода. Все, забудь про активы, про все. Приоритет свобода. Все переделал, все, цели, все. Поэтому вот это первый момент. Второй момент. На охоте очень много рисков, вообще в экстриме. И, соответственно, ты учишься управлять рисками. А это связь с реальностью. Третье. Так как охота, она, естественно, вызывает охота, экстрим и огонь, они вызывают приток адреналина. Адреналин приводит к росту тестостерона. Соответственно, а тестостерон позволяет брать риски. То есть ты не превращаешься в овощи. Вы лично знакомы, дружите с большим количеством миллиардеров, таких настояющих, кто сам заработал. Вот они все такие замороченные? Нет. То есть это не обязательно? Можно и по-другому? Нет, не обязательно. А ты знаешь, для успеха, это как вот на гору, чтобы подняться на гору, есть тысяча путей. Есть тысяча путей. У меня просто замороченный путь. Не следуйте за мной. У меня своя миссия, у меня другой путь. Я на самом деле Всевышний мне сделал такой путь не для того, чтобы я залез на гору и кайфовал там, а для того, чтобы я обучал людей тому, на какие грабли не наступать. Я собрал все грабли, которые возможны. Но не все, будем так говорить. Я вообще чемпион по ошибкам себя считаю и чемпион по потере денег. Поэтому я насобирал максимальное количество грабель. Если вам нужно хорошая коллекция грабель, то это у меня. Соответственно, я знаю все, что не нужно делать. И самое парадоксальное, чтобы стать миллиардером, знать то, что не нужно делать, гораздо важнее, чем знать, что делать. Большинство миллиардеров знают, что делать. И они стали миллиардерами. Но среди них... Но повторить их путь. Да. Проблема вот именно в том, что если ты знаешь, что не делать, то ты можешь повторить. А если ты знаешь, что делать, то повторить ты не сможешь, потому что возможности каждый раз исчезают. Ой, хорошо. Пойдемте дальше. У вас такой дом, что, мне кажется, его можно изучать и изучать. Ну, это... Еще мы не погружались в глубокие. Охренеть. Ой, тут сразу акустика другая. Да? Здесь акустика другая. Здесь... Так, сколько у меня... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, где-то 12 динамиков. Видишь? 12 динамиков. Я вначале купил за 20 тысяч баксов проектор, но мне не понравилась цветопередача. Вот этот 75 штук баксов стоит. Лазерный проектор, который уровня, кинотеатрного уровня. Обалдеть. И вот... Давайте, присаживайтесь, пожалуйста. Тут это, если кто-то плакать будет, я понял. Салфетки есть? Вот так. Ой! Ой! Так, куда нажимаете? Это, смотри, это свет, это можно холодильник, он охлаждает. Сюда поставить. Вот это для телефона, я смотрю, да? Да, вот это для телефона. Вот регулируешь. Вот это, вот это вниз, вот это вверх. Да, так. Что вы там говорили про... не терять связь с реальностью, потому что я ее сейчас теряю. Ужно срочно, срочно что-то сделать, чтобы перестать ее терять. Звездное небо. Ага, вы добиваете меня. Она мерцает, звездное небо, мы... Я уже забыл, куда вы нажимали. Еще раз. Все, понял. Понимаете, когда я решил запустить YouTube, многие мне говорили, Паша, уже поздно, уже там дудей, Птушкины и прочее, все заняли. Чего ты идешь туда? Поздно. Вот. Поэтому все, кто так говорили, посмотрите этот момент. Позлорадство чуть-чуть хочется. Не, но они крутые, реально. И Птушкин мне нравится. Молодцы, молодцы. и Дудь, молодцы. Прекрасно. А что YouTube мою жизнь превратил? Хорошо. Про связь с реальностью. Очень интересно. Потому что, когда я вижу, что вы сами вырезаете ножничками и печатаете надписи, какие продукты надо купить, меня это удивляет. Кажется, что это странно. Зачем вы время все тратите? Ваше время стоит дорого. Да, смотрите, я заметил такую вещь, я уже это в жизни проходил, что если ты начинаешь заниматься крупными вещами, то ты постоянно делегируешь рутинные операции вниз, 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 и в какой-то момент ты превращаешься как пчелиная матка. Тебя обслуживает огромное количество людей и тебе не дают соприкасаться с реальностью. Тебе приносят только хорошие новости. Получается, все уже заготовлено. Даже раньше газеты приносили. У меня даже помощник вырезал с газеты то, что мне будет интересно. Формировал такую ленту, тогда соцсети не было, формировал ленту того, что я должен читать. Чтобы вот этот весь мусор остальной не читать. И в результате я оказался в таком шаре стеклянном. Почему? Потому что люди хотят говорить мне только приятное, только положительное. И каждому человеку что-то от меня надо. Соответственно, каждый человек преследует свои интересы. Я как бы стал таким центром приложения усилий для манипуляций. И я перестал различать, где правда, где ложь. я перестал различать, кто истинный друг, кто враг. Перестал различать, кто врет, кто не врет. И то есть идет полная потеря с реальностью, и ты живешь в этом стеклянном шаре. А это самое интересное. Ладно, ты можешь потерять богатство, это одно. Неправильное решение принять. но проблема проблема в том, что ты теряешь вкус к жизни. Потому что тебе дается все рафинированное, пережеванное, все там. У тебя нет особых эмоций, у тебя все заготовлено. Уже там вплоть до душа ты зашел, вода сразу горячая идет. Не надо дождать. Ну, в чем прикол-то, блин. Хочется все-таки открылка, он такой, потом такой, оф, наконец тепло пошло. Ну, даже этого не позволяет. В отелях я имею в виду. У меня-то дома это нормально. Но поэтому я для себя принял такую вещь, что я кайфую от соприкосновения с реальностью. Ведь в конечном итоге, когда я размышлял вообще, что такое действие, что такое действие, я вот представляю, вот есть реальность, есть мы люди. И что является нашим действием вообще? В чем смысл действия? Я для себя вывел такое определение, что наше действие, любое наше действие, это взаимодействие с реальностью для получения обратной связи. Смысл любого действия это взаимодействие с реальностью. А для чего мы это делаем? Для получения обратной связи. Все. А для чего нам нужна обратная связь? Чтобы корректировать, адаптироваться. Потому что если мы не откорректируемся и не отадаптироваться, то мы не выживем. Соответственно, чтобы откорректироваться и отадаптироваться, наши органы чувств должны получить реальную, адекватную картинку. А это обратная связь. И если между адекватной картинкой и тобой стоят целая армия людей, то ты не получаешь реальную картинку. И ты, у тебя притупляются органы чувств даже. Ты уже радость не чувствуешь такую сильную. А мне нравится чувствовать. Я вообще такой тактильный человек. Мне нравится физически ощущать свойства вещей. Вот я даже, когда одежду выбираю в магазине, я иду, не смотрю ни на цвет, ни на фасон, ни на размер. Я просто иду, сначала материалы щупаю. Причем даже не смотрю на вещи. Оба материал меня зацепил, я просто этого смотрю на цвет, потом спрашиваю, есть ли размер и так далее. Для меня ощущение гораздо важнее, чем логика. У вас материалы везде. Я тоже хожу, все трогаю у вас. Да, материалы... Знаете, как приятно. Говорите, я вот все думаю, увеличится вероятность моего первого миллиарда долларов. Потому что ровно, точно, вот один в один. Вот самое главное, чтобы я потрогать мог, чтобы мне приятно было. Да, я не думаю, что это ощущение. Так, давайте связь с реальностью. Какие конкретные пункты, ты хочешь перечислить, да? Вот вы сами можете вырезать, значит, название продуктов, которые в магазине. Что еще вы сами вот так вот делаете? Во-первых, смотри, я жесткий перфекционист. Причем у меня есть интервью, где я говорю о том, что я отошел от перфекционизма. Но это для общей публики я сказал. Почему? Потому что я там говорю, что я сейчас преследую эффективное несовершенство. Да, в целом я сейчас отошел от перфекционизма, потому что я раньше был перфекционист во всем. Сейчас я отошел в целом от перфекционизма. Я преследую эффективное несовершенство, потому что я вижу, что перфекционизм, он увеличивает эффективность, эффективность, а потом в какой-то момент точка перелома, и твои усилия, уже эффективность падает, а ты продолжаешь последние там 10-20% допиливать того, уже несмотря на затраты. И от общего подхода к перфекционизму я отошел, но я при этом продолжаю быть перфекционистом и объясню, в чем. Есть такое правило. Физики, по-моему, или сопротивления материалов, я безграмотно это не изучал, но знаю, что такое правило есть. Ошибка в начальных условиях всегда приводит к катастрофическим последствиям в конце. Так вот, представь, что ты строишь сорокэтажное здание. Так вот, маленькая трещина в фундаменте будет катастрофой на сороком этаже. Поэтому перфекционистам, более того, параноиком надо быть при закладке фундамента первого, второго этажа. А дальше перфекционист должен убывать, потому что на сороком этаже ты можешь из пенопласта сделать сороковый этаж, никто там не бывает, никто его не видит, не может пощупать, потрогать. А первый, второй этаж, там располагаются бутики, все щупают, смотрят материалы, могут потрогать, качество материалов и так далее. Фундамент все это держит. Поэтому, если взять все здание, то, кажется, Маргулан поработал всего 20% времени от всего здания. А остальное команда сделала. Да, это правильно. Но эти 20% времени я был параноиком и перфекционистом в фундаменте, в первом этаже и втором этаже, и я отбирал каждый материал, вплоть до дверной ручки, вплоть до, как будет крепиться дверная скоба и так далее, вплоть до таких вещей. Поэтому, когда я говорю, ребята, я отошел от перфекционизма, я отошел в целом от перфекционизма, но я не отошел от перфекционизма в фундаментальных ключевых вещах. Там я параноик. И поэтому я очень скрупулезный в этом плане человек. Прямо могу оттачивать тексты, меня раздражают неправильно поставленные запятые, точки, ошибки. Меня это все сильно раздражает. Поэтому в ключевых вопросах – да. А в неключевых вопросах – да, команда. Люди многие знают, когда я работаю с командой, езжу на баги-тур или куда-то, там вылезают то там, костики, то там. Меня это не трогает. И люди говорят, ой, вы как танк свободный, спокойный. Я говорю, ну да, потому что это не ключевое. Это не суть. Это не ключевое. Ну да, обед вовремя не приготовили. Ну вот на той экстрим, чтобы не вовремя кушать. Это суть экстрима. Почему парасписание должно быть? Ну то есть, но при этом они все стараются все делать вовремя. Поэтому вот эта связь с реальностью, я считаю, она принципиально важна. Еще почему? Потому что я размышлял над природой кризисов. Я понял, причем кризисы неважны, экономические, политические, психологические, семейные и так далее. Я понял одну вещь, что существует реальность и существует твое представление о реальности, картинка. Так вот, кризис, это всегда не соответствует твоей картинке мира, реальности. Когда твоя картинка мира не соответствует реальности, у тебя происходит кризис. Например, я уже говорил такой случай, например, ты идешь домой, голодный, холодный, уставший, с работы довольный, думаешь, сейчас меня жена встречит, скажет, ой, дорогой, кормили с нас и так далее. А жена говорит, опять на работе пропадала, что это за работа, беспонтовая, ты сутками там пропадаешь и так далее. Что произошло? Произошло несоответствие твоих ожиданий реальности. А ожидания у тебя откуда сформировались? Это твои картины мира. Соответственно, так и возник кризис в ваших отношениях с женой. То же самое. Инвестор покупает акции компании, думает, так, она вырастет, потому что ФРС США сейчас поднимет ставку, еще, еще, еще. А ФРС не поднял, и все рухнуло, и он потерял. Что? Несоответствие картинки мира, той реальности, которая случилась. кризис. Поэтому кризис это всегда про соответствие, несоответствие твоей картинкой реальности. Поэтому, для того, чтобы минимизировать попадание в кризис, я стараюсь все время держать связь с реальностью. Все время. Через все. Через органы. Чтобы жили не в ожиданиях, а вот в фактической плотности. А ты знаешь, что единственный способ держать свою картину в соответствии с реальностью, это не размышление, а обратная связь. Постоянная обратная связь. Постоянная обратная связь. Это общаться с простыми людьми. Это общаться с крутыми людьми. Это жить как простой человек, но иметь крутые возможности. Это заниматься и грязной работой, заниматься и рутинной работой, заниматься суперэффективной работой. Это все. Это и есть жизнь. Потому что если ты будешь заниматься только одним типом дел, то ты начинаешь терять реальность. В основном, если бы я стал бы просто суперэффективный, супер-супер, я потерял бы связь с реальностью, потому что люди так не живут. А мне надо быть адекватным. Что такое адекватность? Адекватный человек это человек, который соответствует реальному положению дел. Вот если я сейчас начну здесь тебе рассказывать на аульном жаргоне, это будет неадекватно. Если я про квантовую физику, понятно, еще более-менее может быть адекватно. Но мы же больше про бизнес. Поэтому очень важно в жизни всегда быть в адеквате. Я считаю, что основное свойство любого лидера лидер это тот человек, который имеет более адекватную картину мира, который понимает адекватную картину мира, во-первых, понимает, как из этой реальности больше всего выжить и простыми словами доносит эту идею своим последователям. То есть вот это лидер. Лидер, основное свойство лидера умение видеть правильную картину мира. Он выигрывает только о своей картине мира. Потому что смотри, мы люди такие, если тебе придет кто-то и начнет космические корабли, пускай, ты скажешь, ой, неадекватно. У тебя доверие пропадет к нему. А если человек придет и покажет, что он четко видит картину мира, он видит суть вещей, у тебя возникает к нему доверие. А после этого, когда он скажет, а давай пойдем туда, потому что я считаю, будет то, ты пойдешь, потому что ты понимаешь, он адекватный, он четкий. Класс. Очень четко. Не могу не спросить. Я вот все наше общение испытываю, и когда мы познакомились, такое чувство шока от вашей внутренней скромности. Смотрите, мы с вами сидим в вашем личном домашнем кинотеатре в огромном доме за 12 миллионов долларов. Вертолет за 8 покупаете. вы мега-звезда. Ну, я не знаю, насколько вы это сейчас осознаете, но действительно популярнее, чем вы на Ютьюбе предпринимателя сегодня нет. Да, вот тот, кто рассказывает, вещает, есть много, кто что делает, но вот вы самый популярный, это однозначно. И вот... Возможно, да. Это точно, я могу сказать. Вот в этот момент у многих людей уже бы кукушечка засвистела, да, но вы внутри просто невероятно скромный, простой человек. Может, я создаю иллюзию такую? А, прикидываетесь, да? Да, может, я прикидываюсь. Потому что, ты знаешь, я всю жизнь, в детстве считаю, что я очень тщеславный и нескромный. Во-вторых, я хвостун, и третий склонен к полноте. Вот эти три вещи, эти три ярлыка меня преследуют всю мою жизнь. И, знаешь, всю жизнь я занят только борьбой с этими недостатками. Ты знаешь, вот, поэтому периодически я, когда побеждаю, люди думают, что я скромный. Но внутри-то я знаю, какой я негодяй, понимаешь? Это точно я знаю. Я же себя лучше знаю. То есть, это, просто вы уже вышли на такой тонкий уровень скромности, что скромность стала понтами. Знаешь, у казахов есть такая шутка, казах без понтов, без понтова казах, да? Это уже избитая шутка. А есть следующая шутка, что как же там было, что быть без понтовым казахом это особый понт. Понимаешь? Ну да, сидя в своем кинотеатре особенно. Ну хорошо, пойдемте дальше. Пойдемте. Очень, конечно, интересно. Это была первая часть интервью с Маргуланом Сейсимбаевым. Во второй части вы узнаете, как Маргулан заработал свои первые деньги, почему его караулили киллеры, кто привез ему целый камаз, груженный долларами, и где в доме Маргулана тайная комната с уголовными делами на него. А также узнаете, сколько нужно для счастья, пусть бывшему, но все же миллиардеру. И, кстати, во второй части мы разыграем подарок. Не пропустите следующий выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова